Впрочем, бейтесь, это даст мне пространство для работы. Конечно Тинни может зацепить, но он уж точно достаточно силен, чтобы выжить. Не могу представить ничего, что я могу создать с меньшей энергией, чем у гравитационной бомбы, что было бы способно навредить здоровяку. Пока сражающиеся монстры снова беснуются рядом со мной со всех сторон, а раскрытые пасти и удлиненные конечности сталкиваются друг с другом, я проникаю вглубь себя, пробуждая свой подмозг и хватая эфирную энергию этого мира. Ману тяжело объяснить, как она ощущается, как она выглядит в моих глазах муравья, как она перемещается, тяжело это описать. Хранится внутри источников маны в моем теле, эта энергия плотная, зависает, будто плотный туман или дымка над землей, сквозь который нельзя увидеть, этакое низко парящее облако сверкающей силы. Когда я тянусь за ним, облако извивается и двигается, как живое существо, реагирующее на голос своего владельца. Я на равных обращаюсь к нему и хватаю, не грубо, как кошку за шкирку, а уверенно держа за руку, ведя туда, куда я хочу, чтобы оно пошло. Мана не борется против моего контроля, просто она ощущается тяжелой, как будто ее тянет вниз инерцией, которую я должен преодолеть мысленными усилиями. Даже с моим подмозгом, количество сил воли, требуемых для хорошего контроля энергии, нешуточное. Если точнее, чем больше нужно контроля, тем больше требуется усилий. Переместить энергию в определенном направлении не так уж трудно, но переместить в точных направлениях и форме гораздо, гораздо сложнее. Подобно тому, чтобы катить мяч, просто направляя его, несложно, но если мяч тяжелый, прокатить его на 5,5 метров с углом на 10 градусов вправо. Это не так то просто. И вот где на сцену выходит навык преобразования Маны. Он помогает направлять мою руку, вкладывая в мой разум инстинкты и умения, требуемые для понимания, какого количества сил будет слишком много, как именно достичь определенной кривой или когда была совершена ошибка. Другой аспект в навыке преобразования Маны в образах, которые я получил, когда его изучил. Все навыки приходят со знаниями. Можно сказать, что все навыки это знания, однако преобразование Маны хранит больше, чем большинство других навыков. Не просто сами аспекты контроля, но также множество определенных форм и образов, которым я должен следовать при работе с Маной. Единственная проблема в том, что со мной не поделились знаниями для чего какая форма нужна. Ну, кроме этого еще есть проблема, что эти формы чрезвычайно тяжело создать. С моим продвижением в навыке преобразования Маны, процесс стал проще, но все равно очень тяжело каждый раз достигать точности в определенное время. При моей последней тренировке я сумел достигать правильной формы лишь около 50% всего времени, но я не рисковал их активировать, будучи окруженным рабочими и королевой. Прямо сейчас я собираюсь попробовать и посмотрю, что выйдет. Скрести коготки, Антони. Надеюсь, получится что-то хорошее. Вытянув темно-фиолетовую энергию гравитации, хранящуюся в моем теле, я начинаю направлять ее в первый образ, о котором подумал. Эта форма напоминает кольцо, которое закручивается само в себя, со временем превращаясь в сферу. Дополнительная сложность в том, что тебе нужно рисовать фигуру в двух местах одновременно, в одно и то же время направляя два потока энергии. Подмозг помогает разделять сосредоточенность, но из-за того, что приходится приглядывать за своим окружением, я не могу обращать все свое внимание лишь на формирование образа. Я отступил как можно ближе к краю комнаты, надеясь избежать внимания, оставаясь тише воды, ниже травы. В комнате, полной разъяренных монстров, прыгающих на все, что видит, это не совсем надежная стратегия и мне несколько раз приходилось менять свое месторасположение или уходить с пути других монстров, борющихся друг с другом. Моя первая попытка наконец рушится и распадается, так как я больше не мог удерживать ни те энергии вместе. Черт побери! Кто попросил, чтобы магия была настолько трудной? Гэндальф, все, что нужно было делать тебе, это выкрикнуть несколько слов и махнуть посохом, ведь так? Есть ли шанс, что ты подбросишь мне то колечко? Не думаю. Прижавшись плотно к стене, я совершаю еще одну попытку. Даже пока мана вытягивается из железы, мои ноги, плотно прижатые к стенам, продолжают тянуть еще больше энергии. Мое ядро уже заполнено и теперь лишняя энергия кормит железу гравитационной энергией, где она со временем преобразуется в новый тип энергии. Ну да ладно, сосредоточься, Антони. И снова я начинаю кропотливо выводить образ, контролируя энергию, чтобы создавать каждую петлю с максимально возможной точностью. Я еще больше обращаю внимание на усилия, позволяя ударить себя нескольким монстром, пока концентрируюсь на форме. И постепенно образ начинает приобретать свою форму. Я продолжаю вести разумом два отдельных потока гравитационной энергии, симметрично раскладывая их в трехмерном образе чистой магии внутри меня. Мой разум начал ныть, когда я вывел последнюю область образа. Каждый образ, который я пробовал сотворить, становился сложнее к концу его формирования и этот не исключение, где закручиваются самые лучшие спиральные кольца, ограничивая собой теперь сферическую конструкцию маны почти невидимыми слоями энергии. Банк. Могучий кулак врезался в мой бок, заставив мое тело дернуться в сторону, но я настолько поглощен окончанием создания конструкции, что даже не заметил этого. Так близок. Так, черт побери, близок. Есть. С внезапной вспышкой энергии, которая проходит через мое тело, образ был завершен. Теперь в моем разуме появляется новое осознание, которое я ощущал каждый раз перед тем, как у меня получалось завершить форму. Что требуется теперь, так это стабильно удерживать форму, используя мой разум, чтобы удержать ее на месте, а затем включить ее, вливая еще больше маны, пока она не будет готова. Пока мое тело продолжает подвергаться атакам, мое внимание остается внутри, в направлении все большего и большего количества энергии, которая выходит из гравитационной железы и уходит в конструкцию, которую я сформировал внутри себя. Я абсолютно не имею понятия, что случится, когда она придет в действие, но лучше бы это было что-то хорошее. Мана продолжает вливаться в образ, который с каждым прошедшим мгновением светится все ярче. В начале я был полон восторга от общего количества энергии, требуемой для запуска этой формы, но чем больше маны поглощалось, тем все больше росло беспокойство. Что если эффект также затронет и колонию? Я не хочу ничего слишком взрывного. Пока мана продолжает втекать в форму, я начинаю вслепую отбегать от колонии, огибая стену, натыкаясь на бьющихся монстров, просто желая набрать расстояние. Я почувствовал, как что-то щелкнуло, будто блок, аккуратно вставший на свое место или выключатель, внезапно включивший свет. Затем обрушивается область гравитации. Глава 109. Что-то тяготит тебя. Когда конструкция наконец заполнилась невероятным количеством маны, почти 30% моей полной вместимости гравитационной энергии, она активировалась. Сфера из хитро сплетенных форм и узоров начала движения, вначале медленно, подобно локомотиву набирая скорость, кружась и вертясь в захватывающе сложном танце. Что тревожит, так это то, что образ продолжает вытягивать мою ману, пусть она и завершена. Что происходит? И в следующий миг я получил ответ на свой вопрос. Внешний слой сферы резко вышел наружу, покинув мое тело и сразу же охватив собой область радиусом 5 метров вокруг меня. Ядро конструкции продолжает крутиться внутри меня, пульсируя энергией и продолжая с головокружительной скоростью впитывать ману. Ах, я даже не хочу знать, что происходит. Это поле маны расположилось вокруг меня, и что, пангеру побери, оно делает. Теперь, когда конструкция была завершена и заряжена, в первый раз с момента, как я ее активировал, я вернул свое внимание во внешний мир, оставив задачу поддержания энергии для обеспечения заклинания своему подмозгу, который более чем подходит под это дело. Ауч! Я был немного избит и потрепан. Несколько трещин и вмятин на моем панцире тому подтверждение. К счастью, я не потерял слишком много ос. Алмазный панцирь доказал свою полезность против всех этих более приземленных атак от более слабых существ. Битва продолжает раскаляться вокруг меня, монстры с диким безумием бросаются в схватку, атакуя друг друга каждым доступным оружием. Еще больше существ начинает выходить из стен, пока цикл рождения монстров продолжается без замедления, еще больше мяса бросается в эту мясорубку. Действия монстров, находящихся близко ко мне, меняются в тот момент, когда местность покрывает сфера маны. Как только мое заклинание активировалось, существа, мгновения назад вовлеченные в яростную схватку, моментально прижались к земле, будто им по голове ударили кирпичом. Что такое? В окружении вокруг меня нет никаких видимых отличий. Я чувствую себя идеально, чтобы заклинание не делало, оно, кажется, никак на меня не влияет. В пяти метрах вокруг меня медленно крутится сферический барьер маны из таинственного узора из темно-фиолетовой гравитационной маны. Существа в пределах сферы странно себя ведут, как будто их невидимой рукой придавило к земле. Я озадаченно смотрю на них. Нет же никакой силы, которую я могу прочувствовать. Может эффект есть лишь на других? Неподалеку я вижу монстра, который агрессивно замахнулся когтями на край сферы. Когда лапа прошла внутрь моего заклинания, ее сразу уже потащила вниз, потянув монстра за плечо, пока он не упал вперед, стараясь убрать свою руку из моей области поражения. Может ли это быть? Это то, о чем я думаю. Легендарная область гравитации. Взглянув снова на ближайших монстров, я вижу, как они болезненно пытаются подняться на ноги, такое чувство, будто на них давит куча кирпичей. Вот оно. Внутри сферы вражеские монстры повержены влиянию могущественной зоны гравитации, которая тянет их вниз к земле. Невероятно. Это также объясняет, почему такими быстрыми темпами продолжается вытягивание моей энергии. Чтобы поддерживать такой сильный эффект на большой области, можно ожидать плату в виде большого количества энергии. С текущей скоростью потребления я, наверное, полностью истрачу гравитационную ману всего лишь через несколько минут. Впрочем, не важно, это же потрясающе. Я почти что не могу поверить своим собственным глазам, пока разглядываю жалкий вид этих ужасных монстров, которые несколько мгновений назад яростно сражались и разрывали друг друга на куски, а теперь пытаются выставить свои ноги под собой. Область гравитации. Такая могущественная. Я не могу терять эту возможность. В порядке очереди я подхожу к ближайшему монстру. Я намерен быть осторожным, пока не узнаю больше, как работает это новое заклинание. Существо видит, как я приближаюсь, и рычит, используя всю свою силу, чтобы подтянуть свою верхнюю часть тела в попытке ударить меня. Впрочем, как только весь-весь тела был перемещен на одну конечность, существо быстро упало обратно на землю, как грозно. В любом случае я этому не подвержен. Полагаю, я тогда просто прыгну вперед и откушу частичку его. Сокрушающий укус. Сокрушающий укус. Сокрушающий укус. Вы сразили уровень 2 Марсус Юг. Вы получили опыт. Это может звучать жестоко и бесчеловечно, но кусать ужасного рота монстра, пока он не может пошевелить и пальцем, чтобы защититься. Так бодрит. Муахахахаха. Время для пирушки. Будучи в курсе, что эта способность не продержится долго, я окунаюсь головой в процесс. Каждый монстр, пойманный моим полем, становится прижатым к земле неудержимой силой гравитации. Некоторые из них способны справляться с этим лучше остальных, но даже самые упертые монстры в комнате внезапно обнаружили, что с их боевыми возможностями, уменьшенными наполовину, они мне не ровня, когда я совершенно ничем не обременен. Укус. 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 Каждый укус сокрушающий. Не останавливайся, просто продолжай кусать. Вы сразили. Вы сразили. Вы сразили. Укус. И еще раз укус. Муахахаха. Сокрушающий укус. Сокрушающий укус. Сокрушающий укус достиг уровня 10. Доступно усовершенствование. Я так погружен в битву, что изначально даже не заметил сообщение Гэндальфа. Что такое? Сокрушающий укус достиг предела уровней. Фантастика. Давай же сейчас же его улучшим. Сокрушающий укус. Разрушающий укус. Этот продвинутый навык позволяет использующему проявлять свой укус, как энергию, чтобы расширить диапазон атаки вне его физического тела. Конечно же атака физическим телом причинит значительно больше урона. Покупаю. Это тот тип навыка, который использовался теми солдатами с огненными клинками света на их мечах и далее. Я могу протянуть вперед метафизическую пару мандибул, чтобы кусаться. Невероятно. Мне немедленно нужно это проверить. Я радостно приближаюсь к еще одному монстру, прижатому моим неумолимым давлением области гравитации. Активировать разрушающий укус. И сразу же я почувствовал большую потерю моей выносливости. Усталость просачивается вглубь моего уже и так усталого тела. Ё-моё, цена-то не маленькая. Восторг вернулся ко мне сразу же, как только мои мандибулы начали светиться ярким светом. Постепенно свет становился все более интенсивным, а затем распространился вне границ моих мандибул, создав призрачные челюсти в три раза больше моих собственных, которые укрыли пространство в воздухе и имитировали каждое движение моих настоящих мандибул. Просто чудесно. Проверим. Разрушающий укус. Одним яростным ударом я пригнулся в сторону моего дергающегося противника и опустил свои призрачные мандибулы на визави. Они с безумной силой сомкнулись, пробив голову монстра и взорвав ее, как арбуз. Отвратительно. А еще поразительно. Такая сила. Не стоит и забывать, что это был первый раз, когда я был способен укусить что-то на некотором расстоянии от себя, что означало, что когда зверь был сражен и залил собой округу, я не получил всю эту гадость на себя. Меня бесит счищать внутренности монстров с моих антенн. Этот навык лучше всех. Моя железо гравитационной маны начинает опустошаться, я не могу позволить себе тратить еще больше времени. Выпустив внутреннего зверя, я начал буянить, пробивая себе путь по комнате королевы и кусая каждого монстра, какого вижу. Следующее счастливое открытие показалось передо мной, когда я прыгнул вперед на монстра, только чтобы обнаружить, что это тот зверь, с которым сражается Тинни. Прыгнув на еще одного из этих существ из кошмаров, я обнаружил, что смотрю в лицо своему верному товарищу обезьяну. Тинни выглядит довольно потрепанным, но дикий блеск в его глазах и ужасающая ухмылка на его лице говорят мне, что он наслаждается, будучи на первых рядах открытия волны. Его электричество кажется себя исчерпало, лишь несколько маленьких искорок пробегают то тут, то там, но его смертельные кулаки все равно остаются достаточно уверенным оружием. Мне потребовалось время, чтобы это осознать, но в нем есть еще что-то странное. Тинни, ты не чувствуешь тяжести? Гигантская обезьяна стоит в середине моей области гравитации, но кажется она его совершенно не затрагивает. Я знаю, что он силен, но не думаю, что силен настолько, что мог бы стоять без каких-либо видимых признаков давления под весом этой мощной гравитации. Тинни лишь растерянно посмотрел на меня, прежде чем опустить взгляд на себя и слегка погладить живот. Выглядя немного обиженно, он поднял голову и уверенно покачал головой. Обезьян, я не называл тебя жирным. Глава 110. Временная передышка. И поскольку вроде бы мой питомец не страдает от давящего эффекта моей области гравитации, я и Тинни, работая вместе, сумели довольно быстро управиться с первой волной монстров в комнате королевы, прежде чем отступить обратно ко входу в туннель побега и к приветствующей орде муравьев. Несмотря на то, что я почти полностью расчистил лишь эту комнату, в стенах все равно растет еще больше монстров, пока я пытаюсь перевести дух. Я и Тинни потратили свои силы. Моя железо гравитационной энергии полностью выжато, и мое множественное использование навыка разрушающего укуса довело мою выносливость до такой степени, что я физически полностью вымотан. Тинни не лучше. Чтобы не было источником его молнии, оно опустело на всем его теле множество ран. Добровольно бросившись в самую гущу событий, ему пришлось заплатить цену, и пусть, я уверен, его трофей в виде уровней и навыков крупные, бедный обезьян отчаянно нуждался во временном отдыхе. Даже пока я смотрю на него, у него тяжело вздымается грудь и кровь течет из множества порезов, покрывая собой его длинный мех. Впрочем, он не выглядит жалко. Если бы мне нужно было описать, как выглядит его лицо, я бы сказал, что оно выглядит удовлетворенно. Ох уж этот голодный до битв обезьян. Он наверняка бы прыгнул обратно в битву, если бы я дал ему возможность. Я тоже сумел достать несколько уровней из битвы, но пока что нам нужно позаботиться о самом важном ресурсе во время этой волны. Об еде. Хоть и может показаться, что волна сделает добычу еды простым делом, все как раз наоборот. Пусть даже монстры бьются везде, это также означает, что монстры бьются везде. Еда повсюду валяется, но будет довольно трудно на самом деле получить пространство для сбора, а затем безопасного поглощения этой еды. Не стоит забывать, что нам нужно добыть достаточное количество биомассы для поддержания не только меня и Тини, но также всей колонии, включая личинок и королевы. Прямо сейчас вся комната королевы полна биомассы, ждущей, пока ее соберут, однако из других мест улья я все еще могу услышать безумие схватки, пока продолжается бесконечная битва. У нас есть ограниченная передышка, прежде чем битва начнется снова. Мое сердце холодеет, когда для меня становится очевидным истинный ужас волны. Тини и я полностью вымотаны и нам уже нужно отдохнуть, мы может и выиграли передышку для колонии, но как надолго. 5 минут, затем комната снова заполнится монстрами и битва продолжится, только вот я и Тини не будем в состоянии сражаться. Прошло всего 10 или около того минут, а я уже пал до такого состояния, и это будет длиться по крайней мере неделю. Я определенно надеюсь, что мы сможем прокопать себе путь наружу. Все, собирайте еду и относите в туннель так быстро, как можете. Призвал я к оборонительно расположившимся рабочим. Рабочая сила отлично справилась с работой по блокировке входа в туннель, даже свисая с потолка туннеля, чтобы полностью ограничить вход для враждебно настроенных монстров. Думаю их отчаяние рождается из их инстинкта любой ценой защищать личинок, лежащих в туннеле позади них. Муравьи уже поймали и поглотили множество монстров, схватив всех, кто подошел слишком близко и повалив их чистым количеством, прежде чем затащить свою жертву глубже в туннель, чтобы поглотить. К счастью, рабочие реагируют на мою просьбу и мобилизуются, двинувшись в комнату и быстро начав тащить любую биомассу, какую могут схватить, обратно в туннель. Какими бы мы не были уставшими, я и Тинни также участвуем в этом, колония все равно обычно дает нам свободу собирать и употреблять любую собственную еду. Несколько монстров, вторгнувшихся в комнату за эти скоротечные несколько минут, были захвачены рабочими еще до того, как они сумели полностью вылезти из-под земли, и сражены, добавляя свою собственную биомассу в общую коллекцию. В течение нескольких безумных минут мы носимся по комнате, таща как можно больше драгоценной еды обратно в тесный туннель, даже пока еще больше монстров начинают приближаться к комнате из связующих туннелей сверху и снизу, привлеченные запахом биомассы. Тремя минутами спустя я и Тинни отдыхаем позади защитной стены рабочих, блокирующих вход в туннель, по другую сторону от нас еще больше рабочих, объединившихся, чтобы разорвать биомассу и распределить ее по выводку, которые сразу за ними, а еще дальше рабочие копают в туннель. Эта волна по-настоящему смертельна. Я наверняка не смогу сражаться в течение нескольких часов. Внутри туннеля побега я не способен поглощать ману через свои ноги, что сильно замедляет восстановление моей гравитационной энергии. Конечно, мое ядро полное, но потребуется время, чтобы энергия перешла в гравитационную железу, чтобы быть преобразованной тем воду, что там происходит. Пусть даже уровень окружающей маны высок, мне потребуется время, чтобы вернуться к полному баку. Не стоит ли говорить, что я до одури устал. Моя выносливость на нуле, каждая из моих ног ноет. Единственное лекарство это поесть и поспать, а то если я буду загонять себя слишком сильно, то лишь упаду в середине битвы, и что тогда будет с колонией? А вообще, что случится с Тинни, моим питомцем, если меня убьют? Я оглянулся на Тинни, пока думал о нем, и он уже уплетает за обе щеки, его широкий рот летучей мыши широко растягивается, чтобы поглощать еду так быстро, насколько это возможно. Заметив мой взгляд, он замер на мгновение, затем одна рука опустилась на живот, возможно, чтобы проверить, насколько он дряблый. Никто не называет тебя жирным, просто ешь. Когда я отвернул свою голову от Тинни, он прервался на мгновение, прежде чем удостовериться, что я не смотрю, и снова начал забивать себе щеки. Я все равно могу тебя видеть. Покачав головой, я разворачиваюсь к своей собственной еде, кстати, которую мне стоит съесть, если я хочу, чтобы мне что-то досталось. Вы употребили новый источник биомассы, Денти Сумбра, награда 1 биомасса, базовый профиль Денти Сумбра разблокирован. Вы употребили новый источник биомассы, Луминый Римб, награда 1 биомасса, базовый профиль Луминый Римб разблокирован. Денти Сумбра, скрижащущая тень. Этот большой рот на конечностях является базовым уровнем монстра из более глубоких граней подземелья, его ужасающая пасть и подлая натура являются его основным оружием. Луминый римб, малый бес, будучи слабейшим и самым жалким из демонических монстров, малый бес все равно является значительной угрозой, если его недооценить. У него удивительная досягаемость атак и когти, способные заразить неприятным проклятием. Пока я ем, я изучаю профили монстров, которых я сразил и, как я и подозревал, враги, которых мы победили, не относятся к обычным категориям, которые бы я ожидал для битвы в лесу. Похоже, что более высокие уровни маны, вызванные волной, привели не только к рождению такого большого количества монстров, но также вызывая появление более опасных видов. Видов, которые, возможно, обычно нельзя увидеть так высоко в подземелье. Ура! Если уровни маны продолжат повышаться в течение волны, то тогда появляющиеся монстры с течением времени станут значительно опаснее. Это делает более очевидным тот факт, что побег из подземелья был правильным выбором. Я не могу знать, насколько сильными станут монстры, если мы останемся здесь внизу. Пусть даже область гравитации сильна, я не могу думать, что она всемогущая. Монстры с достаточно могучей физической силой смогут выдержать давление и биться. Если я переоценю себя, я лишь глупо погибну. После первой заварушки этой волны, мой статус выглядит вот так. Имя. Антони. Уровень. 8. Ядро. Сила. 41. Стойкость. 29. Хитрость. 32. Воля. 22. Ос. 64-64. Ом. 50-58. Умение. Раскопки. Уровень. 6. Улучшенный кислотный выстрел. Уровень. 5. Продвинутая хватка. Уровень. 1. Разрушающий укус. Уровень. 2. Продвинутая скрытность. Уровень. 5. Пробивающий укус. Уровень. 5. Чувство карты. Уровень. 1. Преобразование. Маны. Уровень. 6. Тяга. Маны. Уровень. 3. Внешнее управление. Маны. Уровень. 1. Чувство маны. Уровень. 2. Инженерия ядра. Уровень. 2. Защита экзоскелета. Уровень. 2. Общение с питомцами. Уровень. 1. Мутации. Сосредоточенные глаза. Плюс 5. Инфракрасные антенны. Плюс 5. Сдерживающая кислота. Плюс 5. Поглощающие ноги. Плюс 5. Вливаемые мандибулы. Плюс 5. Алмазный панцирь. Плюс 5. Конечностное регенитативное железо. Плюс 5. Языковые феромоны. Плюс 5. Железо магии. Гравитации. Плюс 3. Вид. Разумный муравей. Формится. Очки навыков. 4. Биомасса. 11. Глава 111. Реальность волны. После трапезы у меня появилось достаточно биомассы, чтобы улучшить свою железу гравитационной энергии до плюс 5, что завершит мой идеал со всеми физически и плюс 5. К сожалению из-за волны я слишком уставший, чтобы в полной мере ощутить радость от данного достижения. Нависшая угроза над колонией, моей приемной семьей и надо мной, просто слишком давящая, чтобы оставалось много места для других эмоций. В дальнем конце туннеля даже неутомимая королева несколько поникла, в отчаянии нуждаясь в еде и отдыхе. Без возможности выносить почву из туннеля, рабочие складывают ее близко ко входу, значительно сужая проход. В какой-то момент нам придется протолкнуть как можно больше земли в комнату, а затем, возможно, запечатать проход. Я в глубоких раздумьях по поводу запечатывания прохода в комнату королевы. С одной стороны мы хотя бы немного будем защищены от монстров, с другой же, нам нужно сражаться с монстрами, чтобы есть. Нам еще несколько дней копать этот туннель. Обеспечение еды станет проблемой, если мы отгородимся от подземелья. После того, как я увидел, что раскопки идут так быстро, как это возможно, я вернулся ко входу в туннель, где уснул Тинни. Огромная горилла заняла почти половину туннеля своей могучей фигурой. Не то что рабочие возражают, любая дорога просто проходит по нему, либо по стенам вокруг него, чтобы обойти дремлющего обезьяна. Ему нужно хорошо отдохнуть, он как следует поработал. С наличием небольшого времени и пространства, мне нужно потратить мои очки биомассы, чтобы улучшить себя. Нужно искать любое преимущество для борьбы с этой угрозой. Желаете ли вы улучшить железу гравитационной энергии до плюс 5, цена 9 биомассы? На данном уровне вы можете выбрать усовершенствование мутации, пожалуйста выберите из меню. Из-за мрачной атмосферы я даже не могу выразить свое обычное ликование от возможности просмотра доступных вариантов, пусть даже их тут больше, чем я вообще мог представить. Я могу заставить железу быстрее восстанавливать энергии, ускорив преобразование, могу заставить ее употреблять внешнюю ману, чтобы восстанавливать свою собственную, вместо того, чтобы вытягивать ее из ядра, могу увеличить плотность маны, чтобы это не значило. Думаю, вариант, который я хочу, настолько же неинтересный, насколько и будет эффективным. Я не находил способ использования гравитационной энергии, который был бы дешевым в отношении количества требуемой маны, и по какой-то причине мне не кажется, что найду. Эффекты заклинаний гравитации довольно могущественные и впечатляющие, что имеет смысл. Эта же гравитация в конце концов, и для достижения подобных эффектов цена также должна быть ощутимо высокой. Железо глубокой магии гравитации, значительно повышает возможности железы, моментально удваивая эффективность и возможности будут улучшаться далее с дальнейшими мутациями. Именно так, когда дело касается магии гравитации, то мне нужно лишь больше, больше заклинаний, больше времени. Жажда до этих заклинаний нешуточная, и она должна быть утолена. Может в краткосрочной перспективе возможность полностью восполнить запасы была бы лучше, но я все равно думаю, что эта мутация докажет свою полезность во время волны, и будет гораздо более полезной после нее. Так что я подтверждаю выбор. Буга-а-а-а-а-а-а-а. Гравитационное железо расположено прямо рядом с моим ядром, глубоко внутри моей груди. Не стоит ли говорить, что это невероятно неловкое место, чтобы иметь взрывной зуд. Катание по земле, пока я терплю процесс мутации, за все время не мешает колонии продолжать делать свою работу. Рабочие доставляют еду в дальний конец туннеля, просто пролезая по мне или, в один момент, полностью перестав идти и оттащив меня в сторону, чтобы я больше не мешал движению, как грубо. Впрочем, я слишком поглощен своими кривляниями, чтобы придать этому особое значение. Как и всегда, перед тем, как ощущение наконец уходит, я чувствую себя еще более вымотанным, но каким-то образом довольным. Всегда есть ощущение некого свершения, когда я достигаю вершины плюс 5. Теперь, когда я достиг плюс 5 по всем фронтам, полагаю, моя следующая цель плюс 10. Я и не знаю на самом деле, когда произойдет следующее усовершенствование мутаций, может оно будет на плюс 10 или даже на плюс 15. Я просто выберу что-нибудь и продолжу улучшать, пока не достигну усовершенствования, если оно вообще будет. Как бы мне не хотелось прилечь и отдохнуть рядом с тиней, я этого не делаю. Вместо этого я тащу жалкого себя ко входу и проталкиваю себе дорогу мимо менее крупных рабочих, пока не оказываюсь на передних рядах. Внезапный взгляд на свет, который в своей основе блокировался телами муравьев, почти что ослепляет после мрака туннеля побега. Вены маны такие яркие, что почти что сливаются воедино, а стены стали одним сплошным источником света. В комнате продолжают появляться монстры, пусть прошло всего несколько минут с момента, как комната была очищена, но уже 6 существ вовлечено в отчаянную возню. Ну правда, мне интересно, каков, блин, сейчас лес. Мы далеки от каких-либо известных мне здесь внизу точек рождения, и монстры постоянно появляются. Наверху должно быть происходит чистое безумие. Оставлю это своему воображению, я точно не пойду проверять. Звуки битвы до сих пор эхом доносятся из комнат наверху и туннеля внизу, впрочем, с добавлением нового звука, поедания. Похоже какие-то монстры сумели сразить достаточно врагов и обеспечить себе немного пространства, чтобы ухватить немного биомассы. С мутациями и опытом, полученными от выживания во время первой волны, эти монстры будут иметь значительное превосходство над новорожденными существами. Если они смогут остаться в живых достаточно долго и исцелиться от своей трапезы, то они смогут быстро продвинуться в развитии, возможно, мутировать и создать ядро. Волна сильно ускорит обычный темп роста монстров. Новоявленные существа первого уровня будут разорваны на куски теми, кто выжил до них. Несколько везунчиков, которые переживут глубины волны, будут иметь рост, ускоренный в десятки раз. Черт побери. Я бы с удовольствием вышел бы и поохотился на тех монстров снаружи, убив угрозу до того, как она станет слишком серьезной, но я не рискну сделать это. Выставив себя перед такой опасностью, когда я настолько слаб, я потенциально нанесу вред и колонии, а это попросту недопустимо. Пока Тинни не проснется, я собираюсь взять ответственность и защищать колонию. Спустя несколько часов я заставлю его перенять вахту, чтобы я мог поспать. Прокладывание туннеля также должно любой ценой продолжаться. Очень медленно я прохожу вперед, пока половина моего тела не оказалась в комнате, пока другая половина расположена в туннеле побега. Слегка переставив ноги, я сумел найти баланс, чтобы передние четыре ноги касались пола комнаты, пока две задние поддерживали деловую область. И сразу уже возникло чувство, будто мои ноги в огне. Это чувство не пошло дальше, оно просто распространилось по моим ногам и поглощенная мана понеслась в сторону моего ядра. Оттуда плотный поток маны был перенаправлен в железо-гравитационной энергии, где она со временем будет преобразована. Здесь так много маны. Я даже не могу объяснить, как я себя чувствую из-за нее. Ничтожным, в некотором роде, пораженным, может даже восторженным. Резкое пронзительное шипение отвлекает меня от размышлений. Не изнутри комнаты, а сверху. Что это еще за черт? Мое тело внезапно напряглось. Даже монстры, уже сражающиеся внутри комнаты, вздрагивают и отступают, давая друг другу некоторые пространства, пока они оценивают ситуацию. Со стороны шахты появляются вначале один, потом три, затем десятки темных щупалец, медленно проникающих в комнату, облизывающих стены и обвивающих выступающие камни. С поддержкой подобных конечностей, единая масса каким-то образом соединяется воедино, представая передо мной целиком, издав это резкое, почти металлическое шипение, разрезающее воздух. Ё-моё, эта штука, она отвратительна. Либо это существо появилось за последние несколько минут, либо, возможно, это монстр, который вышел победителем против таких же появившихся и уже эволюционировал. Это на самом деле не так уж и важно, эта штука выглядит мерзко. К счастью у меня есть, чем ей ответить. Надеюсь она не атакует слишком быстро. Глава 112. Вторжениц. Наш новый желеобразный посетитель определенно вселил немного страха в сердце каждого монстра в этой комнате. Они трусливо отступают в решительной не монстрской манере, пока новый участник заварухи приближается. Я сразу же начал хватать ману в своем ядре, вытягивая могучие потоки и начиная процесс сжатия внутри горла. Каким бы ни был монстр, я не буду поддаваться, я собираюсь отдать ему то, что высвободит мой крик тяги маны. Рев моей души. Мне не нужно каждый раз использовать лишь гравитационную бомбу. Обычная мана из ядра несколько раз доказывала, что она достаточно смертельная. Надеюсь, каким бы этот монстр не был, он окажется восприимчивым. С помощью своего подмозга я начал вытягивать ману и сжимать ее так быстро, как только возможно, напрягая свой уже и так уставший разум до предела. Ярко освещаемый светом этот новый монстр представляет из себя то еще зрелище. Он постепенно опускает себя на пол. Единственную видимую часть его тела, десятки щупалец, похожих на отростки, вытягиваются и извиваются под невозможными углами в воздухе, и все они происходят из центра. Я даже не уверен, что у существа есть глаза, каков вообще смысл существования в мире для извивающейся кучи макаронин. Когда существо встает на кучу щупалец, оно похоже начало чувствовать окружение просто, прощупывая многими, многими отростками. В комнате длинные, протянутые конечности ведут себя, как собаки и щейки, быстро скользя к обитателям комнаты. Так вышло, что существа, что уже сражались здесь, были ближе к щупальцам, чем к тоннелю побега, и вот, пусть они и отступают назад, как дикие и бешеные звери, которыми они являются. Со временем одного из них зажали в угол снующие конечности. За этим последовала ужасная сцена. Как только ищущие щупальцы коснулось ноги монстра, остальные щупальца пришли в движение, мелькнув в воздухе подобно молнии. Сверху и снизу у каждого щупальца появились выглядящими блестящими крючки, и когда эти темные отростки обвивают несчастных жертв, эти крючки рвут и разрывают плоть зверей. За одну секунду монстр, скрижищущая тень, на которого нацелились, был полностью обхвачен этими конечностями, скрывшись из виду. Щупальца пульсируют и сжимаются, разрывая запертого в ловушке монстра, не позволяя выйти даже звуку. В полной тишине мы в ужасе наблюдали за кончиной этого монстра. Святые воробушки. Ну что за способ уйти? Как только эти щупальца полетели по воздуху, чтобы схватить жертву, я начал еще более яростно вытягивать ману из ядра, выкачивая все, что могу, а затем безумно сжимая все в своем горле. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Шоу ужасов однако еще не закончилось. Выпустив еще больше темных щупалец, основное тело монстра слегка вздрагивает, прежде чем разломанное тело добычи, по-прежнему скрытые в хватке, начинает тащиться в сторону центра комнаты. По мере приближения своего блюда, центральное, сферическое, плавучее тело, окруженное щупальцами, которые, как будто парит в воздухе, кажется, раскрывается и широко открывает невероятно огромную пасть с гротескно изогнутыми клыками, выпирающих непонятно откуда. Когда пойманный монстр подтащился достаточно близко к тому рту, переплетенные щупальца подняли его и пронесли напрямую внутрь. Останки монстра исчезли в одно мгновение, единственным признаком его существования были хруст и скрежет, издающиеся из того плавучего основного тела в центре комнаты. Страшно, что это был за черт, Гэндальф. Во имя своей волнистой и пышной бороды, скажи мне, что это был за черт. Рот, зубы, все слишком мудреные. Сжимай эту ману, Антони. Со всей своей долбанной скоростью двух мозгов, меня по-настоящему пронял ужас от этого проявления хищничества, которые продемонстрировали парящие щупальца. К сожалению для моих глаз без век, деятельность нашего нового гостя на этом не заканчивается. Почти бесшумно убив и поглотив свою добычу, щупальца снова вышли на охоту, скользя ища по комнате еще больше существ, чтобы затащить их в эту голодную пасть. Мое сердце замирает, когда эти щупальца поворачиваются в сторону края комнаты, в сторону туннеля побега. Я еще не готов, черт побери. Мне нужно больше времени. Я держу себя в руках, пока эти ужасные отростки тихо ищут свою следующую жертву, но другие монстры не такие сдержанные. Один из оставшихся монстров поддается либо своему страху, либо своей жажде крови, и издает пронзительный боевой крик, прежде чем агрессивно рвануть в сторону ближайшей конечности. Острые когти блеснули в воздухе, проходя по холодной арке по воздуху, разрезав одно щупальце на кусочки. Как глупо. Еще прежде, чем зверь вообще мог отпраздновать свой кратковременный триумф победы над одинокой конечностью, другие с невероятной скоростью рванули по воздуху. Снова показывают себя колючие крючки, даже еще раньше, чем трагичная жертва была заключена в десятке щупалец, беззвучно разорвавшись в течение кратких секунд. И снова добыча тащится в сторону центральной массы и скармливается этому ненасытному рту. Я использую все время, что у меня есть, чтобы сжимать все больше и больше маны. Я не хочу выпустить слабый взрыв, ведь этот монстр, кажется, довольно серьезен. Если я не прикончу его единым выстрелом, я могу не выжить, чтобы сделать еще одну попытку. Тяга маны достигла уровня 4. Чудно. Это поможет проводить процесс немного быстрее. Даже пока он кормится, щупальца по-прежнему расходится по комнате, нища добычу активно, но продолжая извиваться и передвигаться в поисках шальной ноги или руки. Внезапно я резко понял, кого же мне напоминает это существо, медузу. Это какая-то желейная медуза из кошмаров. Охотится через прикосновения, используя множество поисковых отростков, также эти шипы могут содержать яд. Я назову этого ужасного зверя желейная пасть. Ему подходит. Поглотив еще одного монстра, желейная пасть снова начинает свои поиски новой добычи. Щупальца плывут и парит по воздуху, как будто это вода. К этому моменту в комнате уже всего несколько монстров. Все они разошлись по краям комнаты, прижавшись к стенам. Проверив область, где были найдены первые два монстра, желейная пасть начал расширять свои поиски. Мое сердце охватил лед, когда я осознал, куда именно направились эти ищущие конечности. Полагаю, мы не настолько везучие, чтобы избежать опасности три раза подряд. Постепенно эти щупальца кружатся и разворачиваются в своем пути по воздуху в сторону того места, где стоит колония, защищая вход в тоннель побега. Ох, если щупальца коснутся какого-то другого рабочего до меня, что тогда произойдет? Этот монстр, если бы захотел, мог бы ухватиться за десятков муравьев одновременно. Одного одинокого щупальца может быть достаточно, чтобы разорвать детеныша на части. Остается лишь одно. Ох, парень. Я медленно, шаг за шагом, выхожу из-за стены рабочих позади меня, пока не оказываюсь полностью на виду. И конечно же я все это время отчаянно сжимаю моно в своем горле. Пока чудовищные щупальцы проходят мимо, я медленно вытягиваю одну антенну и слегка хлопаю по ней. Мне правда из-за этого хотелось бы, чтобы я мог закрывать глаза. Быстрая, как вспышка, зависшая конечность рванула по воздуху в мою сторону. Прежде, чем я мог бы вообще моргнуть, я оказался полностью окружен, а злобные крючки трут и царапают мой алмазный панцирь. Давай же, панцирь, выдержи ради меня. Быстро проверив свой ОС, я смог увидеть, что они постепенно падают, пока меня сжимает хватка желейной пасти. Поверить не могу, насколько сильны эти щупальца. Меня очень сильно зажало здесь. На самом деле, я весьма уверен, что несколько из моих ног сломаны. Держись, Антони. Просто продолжай сжимать эту ману. Я притворяюсь, что борюсь против этого ограничения подвижности и пытаюсь заставить свои ноги двигаться. Пока я это делаю, щупальца продолжают сжимать и сдавливать меня, стараясь вгрызться в плоть и разорвать меня на части. Черт, это больно. Подергавшись несколько секунд, я расслабляюсь, надеясь, что монстр подумает, что я мертв. Думаю, сработало. Сжатие прекратилось. Я могу прочувствовать, как меня тащит в центр комнаты. Монстр готовится перекусить. Это тот самый момент. Приготовься получить дыхание драконов. Глава 113. Вахта. Быть брошенным в утробу забвения не совсем то, что входило в мои планы второй жизни. Однако, полагаю, не все всегда выходит так, как задумано. Например, я был перерожден, как муравей, вместо того, чтобы быть человеком. Но, эй, нет никакого смысла в том, чтобы жаловаться. Когда щупальца расходятся, чтобы раскрыть передо мной бездонный, невероятно широкий рот желейной пасти, по моему панцирю пробегают мурашки страха. Внутри этого монстра попросту мрак. Я не вижу ни горла, ничего либо другого. Длинные изогнутые клыки выпирают из чистой тьмы и очерчивают собой зияющую пустоту, свободную от каких-либо следов существ, которые были поглощены прежде. Какого это? Черта. У меня не так много времени, чтобы наслаждаться видами. Дадим ему распробовать новый вкус. Широко раскрыв свой рот, я высвобождаю крепко собранную ману, которую я собирал в своем горле. Как сильно запакованная взрывчатка с крохотным местом выхода, чистая сила энергии вырвалась из моего рта в сосредоточенном разрушительном луче. На мгновение я удивляюсь, почему мои зубы не вырывает из-за взрыва, пока я выпускаю его из себя, но, возможно, мне просто стоит это отнести к идеальным прицеливанию и контролю. В тот момент, когда я запустил свою атаку, мир моргнул перед моими глазами, куча с щупальцами, которая желейная пасть исчезла передо мной, пока мое зрение заполнялось сплетением отростков и кусками почвы, в то время как кинетическая сила моего взрыва ударила в дальнюю стену комнаты, уничтожив монстра, которому посчастливилось там оказаться. Вы сразили уровень 2 малый бес, вы получили опыт. Прости, приятель, я не специально. Наконец мои ноги коснулись земли и я могу сказать, что я в жалком состоянии. Три из моих ног пали из-за давки щупальцами, пока они сжимали меня. К счастью, не все они с одной стороны, так что я худо-бедно могу ходить. Многочисленные проколы и царапины остались на моем панцире после того, как крючки, как могли, впивались в меня. Проверив свою регенитативную железу, я не мог мысленно не выругаться, по-прежнему не заполнена. Я могу активировать ее сейчас же, однако инстинкт говорит мне, что эффект будет экспоненциально лучше, если я подожду, пока железо не будет полной. Придется пока потерпеть свои ранения. Могу также собрать биомассу, пока есть возможность. Мне нужно хоть что-то из этого, чтобы помочь мне восстановиться. Я начинаю болезненно тащить себя по комнате, позади себя оставляя полосы от ног на земле и бросая горячие иглы боли прямиком в мой разум. Не думаю, что я когда-либо привыкну иметь так много сломанных ног. Впрочем, я и на самом деле не могу припомнить такого, когда у меня их было лишь две. Думаю, я слышал где-то, что человеческий ум способен адаптироваться к новому окружению за две недели. Я здесь уже значительно дольше, и для меня уже некоторые аспекты бытия человеком начинают в моей памяти казаться странными. Например, руки. У меня не было рук уже давно. Как бы, вам правда они нужны? Мандибулы, похоже, отлично справляются. И полагаю, мне не нужно открывать каких-либо дверей, что сподручно. Желейная пасть лежит свернувшимся комком на краю комнаты, больше походя на свернутую веревку, нежели ужасного монстра. Я знаю, что он все еще жив. Я не слышал пока что от Гэндальфа никаких объявлений, и второй раз на это не попадусь. Страшись. Вот сила человеческого обучения. Пока я приближаюсь, я могу видеть, как монстр пережил мой крик. В самый последний момент зверя отреагировал, подняв каждое щупальце, что может, перед собой, чтобы заблокировать как можно больше энергии, изгибая конечности, чтобы попытаться отразить удар. Этого едва хватило. Большинство из этих ужасающих отростков были уничтожены или сильно повреждены. Теперь они дергаются и хлопают по земле, пока зверь пытается защитить себя. Это нехорошо. Приближаясь, я могу видеть, что основа желейной пасти не смогла избежать моей атаки. Половина основы расплавилась, провисая и стекая тем, что, я полагаю, является кровью из пораженной головы. Рот нигде нельзя увидеть. Я делаю еще шаг вперед, входя в контакт с одной из раненых конечностей и внезапно я чувствую опасность. Несколько щупалец полетели по воздуху в мою сторону. Основа монстра раскрыла себя еще раз, чтобы показать этот рот, в котором отсутствует половина зубов, но он все равно ужасающий. Щупальца хлопают по земле, перетаскивая тело монстра по воздуху, пока он падает на то место, где он почувствовал прикосновение. Но меня там больше нет. Идиот, пытаешься перехитрить великого Антони, только в твоих мечтах, в которых ты мечтаешь, как перехитрил меня. Ха, будучи осторожным до крайности, я отступаю так быстро, как могу, впрочем, не очень быстро, после того, как коснулся отвратительного щупальца. Зверь заерзал из-за растерянности, когда ничего не нашел, щупальца хлопают по округе в попытке обнаружить своего врага, пусть даже пока существо тяжело дышит, явно будучи на грани смерти. Тебе нужно успокоиться, желейная пасть, и стать моей едой, разрушающий укус. Залив остатки своей энергии, я еще раз проявляю свои мандибулы энергии, сведя их вместе с силой, рушащей горы, на основном теле желейной пасти. Под огромным давлением, которое оказывают мои челюсти, у зверя не остается иного выбора, кроме как испустить дух. Вы сразили уровень 4, Кринис и Нанис, вы получили опыт, я так устал. В своем триумфе я покачался на трех своих оставшихся рабочих ногах, мое зрение омыло черная пелена, прежде чем я сумел взять себя в руки. Последний разрушающий укус довел до предела, но я обязан был быть уверен, что я прикончил его, этот монстр такая боль в желудке. Будучи измотанным, я тащу себя в сторону останков зверя, и сразу же начинаю пировать. Вы употребили новый источник биомассы, Кринис и Нанис, награда 1 биомасса. Базовый профиль Кринис и Нанис разблокирован. Я слишком уставший, чтобы читать долбанный профиль, просто дайте мне поесть. Даже двигать челюстями почти что требует слишком много усилий. Я даже не утруждаю себя проверкой, есть ли еще монстры в комнате, мне просто нужно поесть. Пока я ем, мое зрение несколько раз начало размываться, пока нытье и боль в моем теле спадало, прежде чем вернуться на передние грани моего сознания. Я сосредотачиваю всю свою силу воли на том, чтобы механически есть, просто двигая челюстями и глотая еду, повторить, повторить, ну и так далее. Когда я был на полпути поглощения существа и начал чувствовать себя сытым, я медленно и болезненно потащил биомассу обратно в сторону колонии. Мой разум сейчас на автопилоте, я толком и не думаю. Постепенно я начинаю осознавать, что вокруг меня появились другие муравьи, хватая еду и тащая ее в сторону тоннеля побега. Они также оттаскивают меня, таща в сторону безопасного места, удостоверяясь в том, чтобы не тянуть за мои пострадавшие ноги. Когда я ощутил, как меня окутал родной мрак тоннеля побега, я заставил себя освободиться от рабочих и пошел, чтобы занять свое место у входа. Место одного муравья среди многих защищающих проход в наше укрытие. Тинни все еще спит, залечивая свои раны и восстанавливая силы. Я не буду отдыхать, пока он не будет готов занять мое место. Я мысленно активировал свою регенерацию и целительная жидкость залила мою систему, стимулируя мои клетки, возвращая скелет на место и восстанавливая суставы. Надеюсь, этого будет достаточно. И снова я приготовился взять свою вахту. Я удержу свою семью в безопасности. Глава 114. Мрачные деньки. Спустя несколько часов изматывающей защиты Тинни проснулся, его раны в своей основе исцелились и огонь в его глазах зажегся с новой силой. А я так измотан, что едва могу формировать мысли, пока говорю ему защищать вход до тех пор, пока я не проснусь, после чего отступаю дальше в туннель, где падаю прямиком на свое лицо. Ступор теплым одеяльцем укутал меня в свои объятия. Без закрывания моих глаз мои мысли замедляются, пока они перемещаются и тонут в болоте, прежде чем и вовсе не двигаются. Таков отдых муравьиного вида. Когда, несколькими часами позднее, я проснулся, я чувствовал себя весьма обновленным. Тяжелая усталость, которая душила меня прежде, была в своей основе снята, а отдых, вкупе с моей трапезой, закрыл почти все мои раны и почти полностью восстановил мой ос. Меня ждал еще один приятный сюрприз, когда, очнувшись, обнаружил перед собой драгоценный камень темного цвета, ядро желейной пасти, которого я победил. Должно быть колония достала его из остатков биомассы и оставила здесь для меня, чтобы я с ним разобрался, так как я был тем, кто сразил зверя. Какая внимательность. Воистину, рабочие, лучшие братья и сестры. Меня искушает желание сразу же поглотить ядро, но в конце концов я поколебался и решил разобраться с ним позднее. Вместо этого я закопал его в стене вместе с другими ядрами, которые я принес в туннель побега. После чего я как можно быстрее возвращаюсь к передним рядам. Тинни радостно стоит как часть стены защитников и рабочие ползают по нему. Бедный обезьян опять покрыт ранениями, что ясно демонстрирует, что волна не отступила, пока я спал. И правда, комната перед нам до сих пор заполнена яростно бьющимися монстрами. Достаточно сил для еще одного броска? Спросил я своего товарища обезьяна. Тинни быстро обернулся, чтобы взглянуть на меня и кивнул. На его лице проявилась большая улыбка. Ну конечно же он за. Он любит драться почти так же, как и любит есть. С помощью Тинни, я снова активирую область гравитации и мы вместе работаем над тем, чтобы еще раз расчистить комнату. Покончив с этим делом, я руковожу рабочими, дабы собрать как можно больше биомассы, снова захватывая источник еды для колонии. Под моими командами Тинни занес кусок еды внутрь туннеля и набил себе щеки, прежде чем снова упасть, чтобы поспать, отдыхая, пока я принимаю свою очередь защищать. И вот так мы начали наш долгий дозор. Каждые несколько часов мы менялись и отдыхали, пока другой брал свою очередь стоять против бесконечной кучи монстров. На свою вторую смену, я взял на себя инициативу выкидывать как можно больше почвы в любое время, пока не было битвы. Организуя рабочую силу возвращаться наверх в туннель, пока я защищаю вход, чтобы забрать почву, которая была набрана королевой и ее командой раскопок. Прежде чем вынести ее в комнату королевы и складывать, частично закрывая вход, таким образом мы сумели закрыть по крайней мере часть прохода в туннель, и в то же самое время освободили больше пространства в туннеле побега. Я не хотел полностью закрывать проход, рождающиеся из подземелья монстры были для нас угрозой, но в то же самое время они были нашим источником еды. Когда бы я не просыпался после своего отдыха, моя железо гравитационной энергии была заряжена достаточно, чтобы я мог поддерживать область гравитации до тех пор, пока мы не убьем каждого монстра в комнате, обеспечивая колонию Тинни и меня тем, в чем мы нуждались, чтобы продолжать исцеляться и сражаться. Впрочем, была и некая цена. Несмотря на все мои усилия, несмотря на то, что Тинни старался до предела каждый раз, как он просыпался, мы не смогли защитить каждого рабочего на передних рядах. Иногда в комнате рождался сильный монстр, нападающий маной или когтями до того, как я могу отреагировать, или сражающиеся монстры теряли свое чувство направления и пробивали себе путь прямиком к муравьям. С этими монстрами быстро справлялись, но иногда один или два неудачливых рабочих оказывались разрезаны прежде, чем у нас была возможность их спасти. От этих потерь становилось плохо. Я не смотрел на этих муравьев, как на инструменты или монстров, которые отличались от меня. У них было свое мышление, похожее на детское, и я принимал их, как членов своей семьи, я хотел бы спасти их всех, если бы мог. Мы довольно сильно окрепли на передних рядах. Множество моих товарищей с течением времени успешно эволюционировало из детенышей в рабочих. Когда я попытался разведать своим чувством маны, я сумел узнать, что у некоторых из взрослых рабочих на самом деле было создано ядро. Это был этап, достойный празднования. Кажущаяся бесконечная схватка давала преимущество некоторым членам колонии, даже пусть она и изматывала нас. После четырех кругов отдыха и сражений, произошло первое большое изменение. К счастью, это случилось тогда, когда свой долг исполнял я. Под конец моей смены, будучи уставшим и измотанным, я чуть было не упустил. Я так привык смотреть напрямую на битву перед собой, чувствуя источники тепла, выходящие из стен или из тоннелей выше нас, что почти что забыл о том, что больше всего меня волновало изначально. Туннели внизу. В своей основе заблокированный в первые часы копания туннеля побега, проход, ведущий вниз в подземелье, никогда не был мной исследован, так как я слишком переживал из-за того, с чем могу там столкнуться. Я так сильно привык не беспокоиться о том, что происходит там внизу, что когда звуки битвы внизу внезапно изменились, я не мог их разобрать. Сначала это был слабый скрижащущий звук, который смешивался с остальным шумом, и я его толком не осознал. Мой разум, уставший от часов бдительности и битв, лишь мысленно его отметил, прежде чем сфокусироваться на более срочной угрозе. И звук становился со временем все громче. Постепенно царапание становилось все более и более четким, сознательным фоном для более резких звуков, звучащих передо мной. Затем звуки, эхом звучащие из комнат внизу, изменились. Звенящие звуки битвы сменились резким визгом взбешенных монстров и довольно яростным чавканьем. Моему уставшему мозгу понадобилось некоторое время, прежде чем дойти до того, что же это может значить. Монстр внизу поднимается наверх. Одновременно вместе с тем меня поразил второй шок. Своим периферическим зрением я заметил, что свет падает под неправильным углом, что поймало мое внимание как раз тогда, когда я забеспокоился из-за шума внизу. То, что я увидел, заставило мою кровь похолодить. Вены маны, которые были источником энергии в этом подземелье, начали прорастать в тоннель побега. Пока я смотрю на эти новые вены, мое волнение становится все больше. Вены не только прорастают, они продвигаются так быстро, что я на самом деле могу увидеть их движение. Конечно, оно медленное, но действительно видимое. Нехорошо. Глава 115. Опасно. Отходим. Это тупая волна. Насколько угрожающей ей надо быть? Я уже и так никакой. Никакой. Я говорю. И теперь вены распространяются в тоннель побега, что определенно приведет к появлению монстров прямиком под нашими ногами. В дополнение к этому, нам надо разобраться с этими неизвестными угрозами снизу. Этого достаточно, чтобы свести муравья с ума. Ну ладно. Думай, Антони, что ты будешь делать? Остаться и сражаться? Против чего? Мы понятия не имеем, что за ужас поднимается по этому тоннелю, стремясь раздражать наши чувствительные зоны. Нет абсолютно никакой возможности, что мы останемся здесь и будем сражаться против чего бы то ни было, что поднимается наверх. Среди первых вещей, которым я научился в этом подземелье, было не сражаться, если не уверен, что можешь победить. Бежать? А куда бежать? Туннель не закончен. Все, что мы можем сделать, это подняться до тупика. И они не просто так называются тупиком. Остается один вариант. Укрыться. Быстро. Нам нужно закрыть вход и запечатать этот туннель. Закричал я рабочим вокруг меня. Рабочие, как обычно, быстро отвечают на мой призыв к действиям. Это семья, на которую можно положиться в трудную минуту. Сотня рабочих приступила к делу, закладывая почву, чтобы закрыть оставшийся проем прохода в туннель, быстро сгребая землю своими мандибулами. Под нами раздаются душераздирающие крики и дикое клацание зубов, бесконечно пробивающих себе путь до костей по-прежнему живых противников, что определенно дает определенную мотивацию для меня, чтобы копать. Какого черта там внизу происходит? А вообще, не уверен, что действительно хочу знать. По звукам похоже, будто монстры внизу испытали какой-то экзистенциальный ужас, который я и не думал, что монстры, которых я видел, способны выразить. У меня всегда было желание разведать и следовать уровни поглубже, просто чтобы, ну знаете, посмотреть, как там что, какие существа в том месте обитают. Должен сказать, что ужасные звуки, исходящие снизу, несколько излечили меня от этого чувства. На поверхность, моя друзья муравьи, и тини, возможно, когда мы туда доберемся, мы найдем гору, чтобы на нее залезть. Пока мы складываем высокую гору земли, я могу видеть дальнейшее постепенное медленное продвижение венманы в тоннель побега. Скорость все такая же медленная, возможно 30 сантиметров в час, но мне тревожно лишь наблюдать за видимым ростом. Концентрация маны все еще растет, поэтому они движутся сюда. Здесь так много всего, чего я не понимаю. Не думай об этом, просто копай. Я продолжаю подгонять рабочих двигаться быстрее в укладывании почвы, муравьи взбираются друг на друга в своем желании исполнить поручения, которые им дали. Пока ужасный звук снизу продолжает нарастать, мы быстро запечатываем тоннель побега, погружая себя в абсолютный мрак. Хотя мне все равно мало этого. Приглушенные шумы вибрации, проходящие через слабо притоптанную почву, являются для меня достаточной мотивацией продолжать укладывать почву у входа. Я хочу некоторое пространство между мной и той комнатой. Продолжайте складывать эту землю, товарищи рабочие. Начните приносить ее с другой стороны туннеля. Я не прекращаю призывать моих товарищей рабочих продолжать прикладывать почву ко входу, стараясь проложить некоторое количество земли между нами и ужасами, которые скоро войдут в ту комнату, чтобы я чувствовал себя комфортно от того, что мы в безопасности. Спустя 10 минут постоянного укладывания, звуки битвы монстров поутихли и мы сумели уложить землю достаточно далеко, чтобы укрыть постоянно растущие вены маны. Любые монстры, которые появятся в этих стенах, прорвут себе когтями дорогу только чтобы обнаружить, что по-прежнему заперты в земле. Если они на самом деле сумеют выкопать себе путь в туннель, то они будут легкой закуской для бдительных муравьев. Колония теперь вошла в странное состояние, полностью запечатав себя в земляной цилиндр. Пока остальная часть подземелья купается в крови и безумии, эти муравьи и я существуем в отдельном, запечатанном контейнере. Мои текущие беспокойства заключаются в воздухе и еде. Я не совсем уверен, как много требуется воздуха монстрам-муравьям в этом мире, в конце концов монстр здесь выживает на глубине 10 тысяч крем под поверхностью. Другой вопрос касается еды. У колонии бездонный аппетит, потребность в пище постоянно. Без возможности выходить и добывать биомассу каждые несколько часов мы в конечном итоге умрем с голоду. И как долго Тинни продержится без еды. Позволю ему пока поспать, если я могу отложить сообщение для него, то я это сделаю. После некоторого периода времени помощи в копании, со звуками, издающимися из комнаты королевы, которые становятся все более и более приглушенными, пока едва ли можно ощутить слабые вибрации, я решил направиться в переднюю часть туннеля, чтобы оценить наш прогресс. Королева и ее верная когорта рабочих все это время яростно вгрызались в землю и камни, пока я и Тинни были заняты обороной. Был совершен большой прогресс. Однако судя по моему чувству карты, которая достигла второго уровня, туннелю все равно требуется долгий путь, прежде чем мы достигнем поверхности. На передних рядах королева все так же усердно копает. Ее крупные мандибулы вырывают огромные куски почвы перед ней, пока она радостно подбадривает рабочих вокруг нее прикладывать свои усилия. Менее крупные рабочие в этом конце туннеля по-прежнему трясутся от энтузиазма, ублажая свою мать и энергично перенося собранную почву назад в туннель. Они тут вообще брали перерыв? Туннель побега теперь стал чем-то вроде движущегося кармана воздуха внутри плотной земли. Почва, собранная спереди, переносится назад и как можно усерднее утрамбовывается. Должен сказать, это, по крайней мере, довольно странная ситуация. Снова заняв свое место около королевы, я начал яростно атаковать почву, отправляя метели кусков земли душем лететь на муравьев позади меня, которые вдохновленно собирают ее, прежде чем унести. Несмотря на то, что больше не нужно сражаться с монстрами, ощущение напряжения от волны усиливается, вместо того, чтобы ослабнуть. Продвижение венмана и перемещение монстров снизу выбило меня из колеи. Во-первых, монстры снизу. Почему они перемещаются? Разумеется, единственной причиной их подъема может быть то, чтобы их вытеснили еще более сильные монстры под ними. Есть ли возможность, что миграция наверх продолжится, пока те более могущественные создания не поднимутся до этого уровня? Будет ли поверхность безопасным местом, если это случится? Во-вторых, скорость, с которой двигаются вены маны. Я могу лишь придумать, что это вызвано ростом интенсивности маны. Если эта интенсивность продолжит расти в течение волны, то что будет, скажем, через неделю? По моей оценке, волна к данному моменту продолжается день с хвостиком. И все еще только впереди. Отбросив свои тревоги, я начинаю периодически активировать свой навык чувства маны, пока мы копаем. Лучшая для нас возможность найти еду, это проходить мимо другого туннеля и прокопать путь в его сторону, совершив там налет на монстров, чтобы добыть для колонии биомассы. Мы продвинулись далее моих прошлых исследований подземелья, и мое чувство карты абсолютно пустое в этой области подземелья. Когда я смотрю на карту в своем разуме, туннель побега видится, как прямая линия, проталкивающая себе путь на неизвестную территорию. Больше всего шансов найти туннель, если я смогу засечь ядро могущественного монстра или, возможно, ощутить потоки маны по венам маны, после чего мы сможем прокопать дорогу в его сторону. Я лишь надеюсь, что до этого не пройдет слишком много времени. Глава 116. Железное тело, пламенное сердце. Доннилан был вымотан. Юный маг огня раз за разом в течение последних 24 часов был выжат до суха, тратя на это каждый грамм душевных усилий, пока его разум не почувствовал, будто он в огне и кровь не начала течь из глаз. Кровь прямо из его глаз. Когда он обернулся к Центуриону, ответственному за его область, чтобы показать бедственное положение, в котором он находится, все, что он получил, было холодное фырканье с презрением и пятиминутный отдых. Пять минут он потратил в палатке с головой в ведре с ледяной водой, прежде чем взобраться обратно на стену, чтобы закончить последние 30 минут его дежурства. Это был первый раз, когда Доннилан был вовлечен в защиту от волны, так что он не был уверен, что то, что он видел, было нормальным явлением, но то, что он видел за последний день навсегда оставило неизгладимое впечатление от подземелья. Он знал, что легион был строгим, действительно строгим, в отношении управления подземельем. У наемников было свое название для правил легионов подземелья, они называли их каменный закон, нерушимый и сокрушительный, как гора. У Доннилана было некоторое сочувствие по поводу их мнения в прошлом. Конечно, подземелье было опасным, но не настолько плохим. Да, идиоты убивались, спускаясь сюда на изучение территории, но идиоты могут убить себя и пока бреются, правда ли нужно было настолько их регулировать? Теперь маг так не думал. Когда вернулся свет, легион был на полной мощи на стене их временного укрепления. Офицеры ходили туда и обратно, будто злые демоны, проверяя обмундирование и злой рукой указывающие на любого легионера, который оказывался желанным в их приготовлениях. Когда из земли начали вырываться монстры, прорываясь сквозь стены и даже падая с потолка, Доннилан был уверен, что перед его глазами ад. Мгновенно вокруг возникли жестокие схватки, его чувства заполонили зловоние крови и вопли монстров, пока у него не появилось желание рвоты. Несколько кадетов рвало прямиком с края стены, Центурионы не обращали никакого внимания на реакцию более юных солдат, некоторые из них однажды и сами были в таком же положении. Бесконечные волны монстров сталкивались друг с другом, будто бушующее море, прежде чем в ярости идти на укрепление. Никто из легионеров не мог этого объяснить, но как только монстры подходили достаточно близко к укреплению, оно похоже их начинало манить в неудержимой суицидальной попытке взобраться на стены или пробить себе путь насквозь. Прошло не так много времени, прежде чем укрепление оказалось окружено таким огромным количеством монстров, что казалось, будто это остров под осадой бесконечных приливных волн. Единственная причина того, что монстры не появлялись прямиком под их ногами, заключалась в развертывании древнего артефакта Легиона, который подавлял появление монстров из центра лагеря. Это был еще один из секретов Легиона, который увидел своими глазами Доннилан в процессе этой экспедиции. Он не был уверен, насколько много козырей они еще могут прятать в своих рукавах. Это было шоком для него, что он мог быть кадетом среди этих людей пять лет, и ни один шепот каких-либо секретов никогда не достигал его ушей. Абсолютно ничего не слышал. Ты как, Дон, держишься? Достиг его крайне уставший голос. Доннилан поднял взгляд, чтобы увидеть Меррин с лицом, покрытым пылью и засохшей кровью, приближающейся к его месту в зоне отдыха, прежде чем она почти что упала на столб, держащий палатку, видимо будучи абсолютно без сил. Меррин работала так же усердно, как и он, доводя свои навыки стрельбы до экстремального уровня, чтобы наносить урон монстрам на большом расстоянии, а также закрывая пробелы в обороне, когда звери умудрялись взобраться по стенам и угрожать магам. На заднем фоне укрепления сотрясали рев монстров и постоянные взрывы, пока маги продолжали бомбить зверей каждым граммом магии, который они могли ухватить. Доннилан никогда не чувствовал такую плотную ману в своей жизни, каждый маг ощущал, будто их заклинания в таких условиях были супер заполнены, их огонь был жарче, их вихри больше, а лед холоднее, чем когда-либо прежде. Конечно же, то же самое касалось и монстров. От этого и весь шум. Постоянный шум начал влиять на головы некоторых кадетов. Доннилан видел одного лучника, хорошего парня, они называли его пальцы из-за невероятно проворных движений во время его стрельбы, и спустя 14 часов волны он упал в полном безумии, крича, чтобы шум прекратился, прямиком в центре зоны отдыха. Два медика лишили его сознания с помощью руны и уложили его в кровать, где он с тех пор и был. Этого почти что хватало, чтобы вынудить Доннилана задуматься, а не стоит ли ему начать вопить, чтобы может наконец вышло немного поспать. Никогда не чувствовал себя лучше, мир простонал Доннилан, я почти что на отпуске. Мир ринг мыкнула, ее глаза закрылись и она опрокинула голову назад, облокотив ее о столб. Я слышала насчет глаз, правда всего пять минут, правда подтвердил Доннилан. Его друг могла лишь в неверии покачать головой, для больших эмоций не было сил. Спустя мгновение молчания, она снова заговорила. Ну возможно у меня есть для тебя кое-какие хорошие новости. О, по-видимому кадетам дадут 24-часовую передышку перед нашим следующим дежурством на стене. Доннилан был так шокирован, что сел слишком быстро, что вызвало судороги в его ноге. Ауч, заныл он. Понадобилось несколько минут, чтобы растягивать и разминать его ногу, пока боль не утихла, во время которых Мир ринг продолжала болезненно хихикать. Как они могут давать нам передышку? Разве мы им там не нужны? Я не вижу никаких признаков, чтобы битва утихала. С сомнением забормотал Доннилан. Мир ринг фыркнула, да становится только хуже. Ты знаешь это так же, как и я. Я понятия не имею, что планирует руководство, но, клянусь, я услышала эти вести от трибун 10 минут назад. Юный маг огня мог лишь покачать своей головой. Как они удержат оборону, если так много солдат будут отдыхать? В центре лагеря вместе собрались старшие офицеры, сотни лет коллективного опыта подземелья, собранного в одном месте. Несмотря на ужасный грохот, который сотрясал барабанные перепонки всех внутри лагеря, офицеры были невозмутимыми, поглаживая свои бороды или постукивая по подбородкам, пока они обменивались ворчливыми фразочками о состоянии юных солдат в эти дни. Среди них произошло движение и они все, как один, развернулись налево, а разговоры утихли. И спустя мгновение из своей палатки командования вышел Титус, темные пластины его брони прижимались к его стареющему, но по-прежнему могучему телу. Пока он приближался к своим старым друзьям и товарищам, Титус свободно улыбался, хлопая их по плечам, разделив смех и тепло кивая каждому из них. Несмотря на происходящую ужасную битву в менее чем сотни метров от них, командир казался расслабленным и таким его не видели уже некоторое время. Некоторые из его офицеров заметили изменения. Теперь почти как дома, да, командир, ухмыльнулся седовласый Центурион. Титус взглянул на ослепительно светящийся лес и глубоко втянул воздух в свои легкие, впитывая большое количество маны в свою систему. Почти, Моргнус, еще около 10% и будет почти как там. Другие также глубоко вдохнули, прежде чем согласно кивнуть. Не только командир, но и остальные из этих ветеранов казались посвежевшими и двигались более легко, чего с ними не было уже много лет. Моргнус оглянулся на палатку, из которой появился Титус, прежде чем заговорить, есть ли шанс ее пробуждения, командир. Я бы с удовольствием спустя все это время взглянул на нее в деле. Титус лишь покачал головой. Понадобится гораздо больше, чем 10%, чтобы запустить этот старый боевой топор. И ты это знаешь, рассмеялся Титус. Но все же, думаю, если мы сможем растрясти наши старые кости, то тогда у остальных солдат легко получится отдохнуть денек. Что скажете, друзья? Мужчины и женщины, которые добрались до офицеров в лирийских центрах сети легиона на поверхность, рассмеялись и подняли свое оружие, прежде чем двинуться в сторону стен. Позади остались лишь Титус и Аврелия. Сколько времени до того, как они начнут показываться, командир? Будут ли готовы кадеты? Спросила трибун с беспокойством в голосе. Титус лишь улыбнулся. Эти старые псы начнут подниматься через несколько часов. Давление на втором уровне уже скоро достигнет пика. И понадобится не так много времени, прежде чем те монстры начнут пробиваться сюда. Мы дадим как можно большему количеству солдат отдохнуть, а затем действительно проверим их характер. Трибун кивнула. Железное тело. Пламенное сердце. Глава 117. Налет. Я чертовски голоден. Будучи человеком, я и подумать не мог, что копание может быть таким утомительным делом. Впрочем, в отличие от того времени, когда я был человеком, я способен выкапывать гораздо больше земли. С моим навыком раскопок, нацеливающим мои инстинкты и мандибулы, которые действуют, как подвижная супер-лопата, я действительно могу несколько расширять пространство туннеля. Вся эта работа по-настоящему напрягает мой пустой желудок. Когда Тинни проснулся, я заставил его взять мои ядра монстров, а затем поставил за работу по утрамбовыванию земли в задней части туннеля. И несмотря на то, что он ел недавно, мой приятель обезьян также голодает. Могу лишь представить, как себя чувствует королева. Кажется, что она в порядке, пока радостно прогрызает землю и подбадривает рабочую силу своим кажущимся бесконечным позитивом. Должен признать, я не полностью сосредоточен на копании. Как можно чаще я активирую навык чувства маны, отчаянно ища какие-то признаки источника еды. С хорошей стороны мое постоянное сканирование и копание повысили мои навыки, чувства маны на два уровня и раскопки на один, с плохой же, я по-прежнему ничего не нашел. В моем чувстве карты туннель побега продолжает продвигаться наверх в пустое пространство. Я несколько встревожен насчет того, где же именно мы достигнем поверхности. Лучшим вариантом, я бы сказал, было бы в нескольких километрах от охраняемого входа, на который я наткнулся в самом начале. И пока я становлюсь все более расстроенным от неудачи в нахождении чего-либо, я наконец получаю реакцию. Наконец-то, укус на связи. И от того, что дальность, на которой я могу успешно засечь ману, повышалась по мере роста уровней, это можно назвать везением, так как я сомневаюсь, что иначе я бы не смог достигнуть реакции. Слабый сигнал на краю моего сознания, что я едва могу прочувствовать эту рябь маны. На текущей стадии я не могу сказать, слабая или сильная эта мана. Единственный способ более внимательно изучить, это подобраться поближе. Уже прошло много часов с момента, как у колонии был доступ к какой-либо еде. Не стоит и вспоминать, что если я пройду мимо и не присмотрюсь внимательнее, нет никаких гарантий, что возникнет еще один шанс в области действия моего чувства маны. И до того, как мы достигнем поверхности, и к тому моменту вся колония может умереть от голода. Я не буду так рисковать. Туннель нужно развернуть. Я оборачиваюсь к королеве. Я нашел источник еды. Сказал я, нам надо слегка развернуть тоннель, чтобы достигнуть его. Королева прервалась в своем копании, чтобы повернуться лицом ко мне. Я принял это, как акт вежливости, так как, будучи муравьем, ей не нужно оборачиваться лицом, чтобы увидеть меня, сложные глаза, или чтобы говорить, общение феромонами. Ты знаешь, что ты нашел, дитя? Спросила она. В этом я могу быть лишь абсолютно честен. Я абсолютно не имею понятия, но мы можем умереть от голода через несколько дней, если вскоре не добудем еду. Если мы упустим эту возможность, другой может и не быть. Королева на мгновение размышляет над этим, прежде чем согласна помахать антеннами. Твои слова разумны, дитя, скажи мне, куда копать? Немного поработав антеннами, стараясь прощупать землю своим навыком раскопок, я изменяю угол туннеля и начинаю изгибать его в сторону источника маны, который я заметил. Если мы регулярно будем направлять туннель, пока приближаемся, мы сможем подойти к месту над источником и затем я смогу прокопать немного вниз к нему, что позволит мне идти не проникнуть внутрь без необходимости рисковать рабочими. Источник, который я только что смог ощутить, находится примерно в двухстах метрах. Проведение туннеля через две сотни метров твердой земли и камней никак не может быть простым делом, даже для колонии таких монстров-экскаваторов, как мы. Всего нам потребовалось около пяти часов копания, чтобы продвинуть туннель в сторону источника маны. И я продолжал опускать свое сознание к моему ядру и протягивать вокруг свои чувства, чтобы засечь эхо от маны. Пока мы приближаемся, форма маны, которую я засек, стала более четкой и довольно скоро я знал, что же мы такое нашли. Туннель, и весьма узкий. Радость прорастает в моей груди, когда я подтверждаю форму источника. Это идеально. Туннель, покрытый венами маны, определенно забит монстрами, а к обеденным перекусам, из-за узких размеров этого туннеля, размеры указанных монстров должны быть разумными. Несколько раз проверив туннель, я смог засечь маленькие движущиеся ядра, которые вскоре вышли из моей области радара. Лучший возможный результат. Мы вполне можем собрать несколько ядер, пока мы там. Когда туннель был прорыт до нужного места, я сказал королеве верный угол, под которым можно вернуть туннель обратно в свое русло, и начал прокапывать свой собственный короткий путь, чтобы пробиться до своей трапезы, я имею в виду до туннеля. Тинни, иди сюда и будь готов покушать. Клянусь, для Тинни понадобилось менее 10 секунд, чтобы добраться с одного края туннеля до другого. Слюна стекала по его лицу летучей мыши, пока он проталкивал свой путь через рабочих в то место, где я копал. Не стоило его звать. Этот обезьян слишком взбудоражен. Пылающий в его глазах голод достаточно жаркий, чтобы в пепел сжечь всю жизнь в этом туннеле. Однако я пригласил его сражаться и поесть. Стоило знать, что такое произойдет. Мне понадобилось 10 минут, чтобы прокопать себе путь вниз в пещеру нашей добычи и все это время Тинни переминался с одной ноги на другую и отрывал куски краев моего туннеля, чтобы расширить его достаточно сильно, дабы он с большим удобством в нем уместился. Внезапно почва передо мной поддалась и мои чувства атаковал плотный запах монстров. Тинни, пора есть, приятель. Глава 118. Яростный Тинни, восхитительный пир. Еще до того, как я закончил говорить, Тинни издал дикий вой и нырнул в вертикальный туннель, прямиком на меня. Моим планом было выползти на потолок этого туннеля и немного расширить его, прежде чем предпринимать какие-либо действия. И вместо этого меня пропихнул вниз вес всей массы этой обезьяны, которая протолкнула нас из выкопанного туннеля и отправила на землю прямо между сражающимися монстрами. Бам! Тинни, тупой обезьян, слезь с меня. Погодите секунду. М. Тинни, обезьян, слезь с меня. Он не слушает, с глазами, ожившими от жажды еды и битвы, он прыгнул, упершись одной ногой мне на спину, прежде чем полностью погрузиться в ближайшего монстра взмахом своего кулака, распространяя электричество во всех направлениях. Он расплющил меня. Я даже понес урон, черт побери. Как оказалось, опыт приземления гигантской обезьяны себе на спину менее, чем приятен. Простонав в душе, я поднимаю себя и пытаюсь переключить свое состояние обратно в боевой режим после того довольно грубого шока, что я испытал. И как только я оказался на ногах, я пытаюсь как можно быстрее оценить ситуацию. Против кого мы? Туннель сам по себе довольно узкий и полностью слепит от света, вены маны пронизывают каждую поверхность стен. Монстры сражаются вверху и внизу в пространстве, даже пока новые монстры пробивают себе путь наружу из стен после своего появления. Беспорядок. Хаос. Кроме того, что они все низкоуровневые монстры. Оглянувшись вокруг, я смог увидеть всевозможных монстров, которых я видел, только попав в подземелье. Слизняки, многоножки, волки, случайные крокозвери и рогатые ящерицы. Все слабейшие противники. Я мог сражаться против таких еще до того, как сформировал ядро. И с того момента я дважды эволюционировал и гораздо сильнее, чем был прежде. Эти монстры попросту больше мне не ровня. На самом деле, большая часть из них смотрится теперь по-другому, так как я стал значительно выше и длиннее, чем был прежде. Гончие драконьих волков даже больше не могут смотреть на меня сверху вниз. Ха. Приготовьтесь ощутить мой гнев. Муахахаха. И будучи полным ликования, я рванул в сторону ближайшего кораллового слезняка, широко раскрыв и защелкнув свои мандибулы. Разрушающий укус. Без какого-либо сопротивления бесплотные челюсти прошли сквозь слезняка. Теперь твоя гадость не может спасти тебя. Вы сразили уровень 3 коралловый слезень. Вы получили опыт. Кто следующий? Далее последовала битва, которая стала невероятным катарсисом. С моими гораздо более высокими характеристиками, усовершенствованиями тела и улучшенными навыками, эти более слабые, не эволюционировавшие монстры базового уровня попросту мне не ровня, практически все уничтожаются с одного укуса. Я помню то время, когда я боялся тебя, выкуси вот это. Вы сразили. И теперь ты хочешь выплюнуть на меня свою ужасную кислоту? Да я едва ее чувствую. Муахахаха. Вы сразили. Ох, хочешь похлопать меня своим хвостиком? А если я его откушу? Вы сразили. Все напряжение, что копилось во мне в те первые деньки в верхних тоннелях этого подземелья, без всякого сожаления вылилось на этих монстров. Да, вы ужасные маленькие зверьки. Станьте моим средством избавления от стресса. И как бы я не наслаждался проходящей битвой, у Тини все было по-другому. Монстры были слишком слабы, чтобы удовлетворить его страсть к битвам. Каждый из них оказывался сокрушен после одного столкновения с его огромнейшим кулаком. Разнеся всех перед ним, бедный приятель начал выглядеть немного подавленным. Он продолжает сражаться и пробивать себе путь дальше по туннелю, но он не кажется таким же воодушевленным, как прежде. Похоже, он попросту не может проявить какого-либо энтузиазма, если только нет настоящего чувства опасности. Ты в некотором роде мазохист, да, Тини? Не можешь наслаждаться, если только тебя не бьют, мужик, тебе нужна помощь. Скоро нами обоими была расчищена порядочная область туннеля от нашего неистовства. До того момента, пока ни один монстр не мог уже выйти против нас. Стоя среди останков наших жертв, я свечусь от удовлетворения, что успешно высвободил часть своих внутренних демонов и стресс, пока Тини может лишь выглядеть разочарованным. Выше нос, Тини, пора перекусить, сказал я ему. Как только из меня вырвались эти слова, широкая улыбка разыгралась на этом мышином лице и он моментально начал хватать биомассу и засовывать ее себе в рот. К этому моменту я также голоден, как и он, так что я с удовольствием присоединяюсь, вгрызаясь в мою еду со всей силой, что может продемонстрировать муравьиный рот. Не обманывайтесь, еда на вкус по-прежнему отвратительна, но спустя время привыкаешь к чему угодно, даже к набиванию живота сырыми частями тел монстров. Немного разочаровывает, что монстры здесь такого низкого уровня. Несмотря на то, что я убил здесь около 20 существ, у меня совсем не вышло получить уровень, и я высоко сомневаюсь, что смогу получить много биомассы, даже если съем всех этих существ. В процессе я натолкнулся на три маленьких ядра монстров. Отложу их пока для добавления в мою коллекцию для экспериментов. Пройдет некоторое время, прежде чем я смогу эволюционировать, так что нет нужды спешить и впитывать каждое ядро, что найду. Я лучше использую их, чтобы вначале улучшить свои навыки. У меня по-прежнему есть чувство, что у навыка инженерии есть большой потенциал. Так или иначе, тени и я продолжаем есть, пока наши животы не готовы разорваться, лишь тогда мы с некоторым стеснением осознаем, что мы должны были добыть еды для всей колонии, а не лишь для себя. Немного увлеклись, хотя не велика беда, если чего-то и хватает во время волны, так это рождающихся монстров. Даже пока мы едим из стен появляются монстры, так что нам приходилось их уничтожать с полными ртами. Я потащил себя дальше по коридору, чтобы выследить еще немного добычи и занять себя перетаскиванием в сторону соединения с туннелем побега. Спустя 10 минут я собрал маленькую кучку биомассы и тени сделал то же самое, поохотившись в другом направлении. Я вернулся по короткому связующему туннелю, чтобы призвать немного рабочих, дабы те забрали еду. Пока я это делал, я заметил, что вены маны уже начали прорастать вверх по соединению и в туннель побега. Черт побери, этого никак не могло не произойти, но это все равно тревожит меня. Надеюсь, мы сможем продолжить копать и превзойдем по скорости рост этих венманы. Мне правда бы не хотелось, чтобы монстры выпрыгивали из стен, пока мы копаем. Конечно, монстров быстро убьют, но есть маленький шанс, что рабочий будет застигнут врасплох, или монстр появится прямиком под личинкой, прежде чем кто-либо сможет остановить его. Уже десятки муравьев потеряли свои жизни в этой волне и нам еще очень повезло. Мне нужна помощь, чтобы забрать там внизу еды. Объявил я рабочим, высунув свою голову из маленького связующего туннеля. От слова и до 30 рабочих моментально бросили то, чем они занимались и бросились в узкий туннель, грубо оттолкнув меня со своего пути в их спешке добраться до биомассы. В итоге я потерял свою хватку и снова упал, на этот раз приземлившись на кучу остатков от монстров. Мое достоинство. Пока муравьи ползут через меня и начинают делить биомассу, я уделяю минутку, чтобы передохнуть. После сражения, а затем копания, а затем еще немного сражения, я правда ощущаю желание поспать. Глава 119. Достижение поверхности. После прорыва в маленький туннель, дабы попировать в нем, прошло целых два дня. Два дня ничего не делания, кроме копания и вырывания лишнего часа отдыха. Колония смогла добыть из охоты довольно хорошее количество биомассы, перенеся кучи биомассы, чтобы покормить королеву, рабочих и личинок, обеспечившись столь необходимой энергией для предстоящих работ. Прежде, чем колония прорыла достаточно далеко мимо нашего маленького туннельчика, мы сумели совершить еще несколько налетов, захватив достаточно еды, чтобы ее хватило, пока мы не доберемся до поверхности. Проблема была в венах маны. После соединения нашего кармана побега с тем маленьким туннелем, вены маны начали расти и распространяться на нашем спасательном судне так быстро, что мы и правда ничего не могли с этим поделать. Спустя лишь несколько часов они уже разошлись под нашими ногами и вскоре я почувствовал, как начали появляться источники тепла. Я сделал, что мог и предупредил муравьев, стараясь добиться лишней охраны около личинок, многие из которых достигли зрелости после прошлой кормежки и начали оборачивать себя в коконы, превращаясь в куколки. Несмотря на эти приготовления, мы все равно потеряли несколько рабочих детенышей и пару личинок. Как бы это не было больно, здесь правда нельзя было сделать что-то большее, колония должна была быть накормлена, а без геомассы эти малыши никак бы не дожили до своей зрелости. По крайней мере, так я себя утешаю. На самом деле вены растут даже быстрее, чем прежде и настолько, что мы не можем их опередить в копании. И вскоре весь наш туннель побега озарился светом маны и пока мы копаем вперед, кажется, что мы не можем оставить это все позади. К счастью, мы должно быть достаточно высоко в подземелье, чтобы появлялись лишь слабые монстры. Наше копание заметно замедлилось за последние два дня из-за больших слоев камней, которые требовали участия моих вливаемых мандибул, чтобы прогрызть нам путь вперед. В данное время мы пробились через второй такой слой и дальше все идет гораздо проще, по крайней мере с мягкой землей. Судя по моему чувству карты, которая снова подняла свой уровень, на этот раз до третьего, мы не должны быть далеко от поверхности. Тяжело сказать, так как я не знаю, ровная ли поверхность между тем входом и местом, к которому мы копаем. Как бы, есть крохотный шанс, что мы прокопаем под реку или даже океан, что сделает меня слегка солоноватым. Хех. Я не эксперт в раскопках, но я надеюсь, что если бы все было так, то мы бы заметили, что, пока мы продолжаем копать, почва стала значительно более влажной. И ничего такого нет по мере нашего продвижения вперед. Я не сидел сложа руки, пока копал. Используя свой подмозг, я продолжаю практиковаться в навыках преобразования маны, достигнув могучего восьмого уровня. Превращать ману в различные образы стало гораздо проще, чем когда я начинал, хотя нельзя сказать, что это уже не так уж и сложно. Правда, имея больше практики в построении различных образов, я заметил, что мое мастерство повышается, вместе с моими познаниями, что лишь демонстрирует, что я должен полагаться исключительно на навык самосовершенствования. Активная тренировка определенных образов сделает меня лучше в их использовании, и не обязательно, чтобы был повышен мой уровень. Также я начал больше экспериментировать с внешним управлением маной. Черт бы его побрал, это тяжело. С маной внутри моего тела гораздо проще справиться, чем с маной вне его. Потянувшись разумом, чтобы ухватиться за нее, появляется желание вытащить свои мысли из головы и использовать их как веревку, чтобы тащить ближайшую энергию. Я сумел один раз поднять уровень навыка, прежде чем вернуться к своей практике преобразования. Просто у меня чувство, что второе на данный момент гораздо более выгодно. И в текущее время мой статус выглядит вот так. Имя. Антони. Уровень. 8. Ядро. Сила. 41. Стойкость. 29. Хитрость. 32. Воля. 22. ОС. 64-64. Ом. 45-58. Умение. Раскопки. Уровень. 8. Улучшенный кислотный выстрел. Уровень. 5. Усиленная хватка. Уровень. 1. Продвинутая скрытность. Уровень. 5. Пробивающий укус. Уровень. 5. Чувство карты. Уровень. 3. Преобразование. Маны. Уровень. 8. Тяга. Маны. Уровень. 4. Внешнее управление. Маны. Уровень. 2. Чувство. Маны. Уровень. 4. Инженерия ядра. Уровень. 2. Защита экзоскелета. Уровень. 3. Общение с питомцами. Уровень. 2. Мутации. Сосредоточенные глаза. 5. Инфракрасные антенны. 5. Сдерживающая кислота. 5. Поглощающие ноги. 5. Вливаемые мандибулы. 5. Алмазный панцирь. 5. Конечностное регенитативное железо. 5. Железо языковых феромонов. 5. Железо глубокой магии гравитации. 5. Вид. Разумный муравей. Формица. Очки навыков. 4. Биомасса. 13. Несколько маленьких улучшений после всех раскопок и боев, что имели место быть. Постепенное улучшение моих навыков с маной, это то, что больше всего делает меня довольным. Рявканье на тени всякий раз, как мне становилось скучно, также помогло мне улучшить навык общения с питомцами, что стало неожиданным плюсом. Теперь я могу слышать его более ясно на немного большем расстоянии. Впрочем, в итоге, я правда надеюсь, что скоро мы уже достигнем поверхности. Мне нужна возможность подвести итоги и спланировать следующие шаги для себя и колонии. Я не могу делать каких-либо планов, пока не буду знать, что мы встретим, когда доберемся наверх. Надеюсь, мы окажемся в каком-то чудесном пустынном лесу, в часах от какой-либо цивилизации во всех направлениях. Тогда мы могли бы спрятаться и пережить волну. Буду держать свои шесть пар коготков скрещенными. Судя по чувству карты, мы уже должны быть относительно близко к поверхности. Еще немного и мы на самом деле можем ожидать в любую секунду, что достигли ее. При приближении такого важного момента, я решил разделить его с королевой, которая, как всегда, неустанно копает рядом со мной. Думаю, скоро мы должны будем достичь поверхности. Будет приятно ради разнообразия прекратить копать. Не прерывая свою работу, она соглашается со мной. Да, семье нужен отдых. Надеюсь, мы не потеряем еще больше детей, пока копаем. Даже сейчас она по-прежнему беспокоится о своих детях. Интересно, это развитие личности или подземелья каждую муравьиную королеву создает такой. А я надеюсь, что мы не будем атакованы, когда достигнем поверхности и сможем перевести дух, предложил я. Вы знаете, что такое поверхность? С любопытством спросил я. Нет, ответила она. Тогда откуда вы знаете, что нам там будет лучше? Мне так сказал один из моих детей. Я почти что мог услышать смех в ее голосе, как будто для нее просто не существует ситуации, когда предложения от ее детей могут быть неверными или неправильными каким-либо образом, или что они введут ее в заблуждение. А может и не существует. Какой муравей бы солгал? Пока я размышляю над этой ситуацией, мои мандибулы во что-то утыкаются. Черт побери, еще больше камней. Я уже сытыми по горло, мое лицо как будто горит. Слегка поворчав про себя, я начал проводить ману в свои вливаемые мандибулы, чтобы было немного проще прорваться сквозь камень. Королева слегка отступает, чтобы дать мне больше пространства впереди, когда дело касается пробивания камней моими мандибулами, которые даже немного превосходят ее по размерам. И если быть честным, думаю, она втайне наслаждается перерывом, ведь она единственный член колонии, у которого не было ступора с момента начала волны. Клац-клац-клац. Действуя механически, я раскрываю свои мандибулы, прежде чем закрыть их, вгрызаясь в камень, легко разрезая его и вызывая разлетающиеся осколки, дождем падающие на мое лицо и отскакивающие от панциря. Такое ощущение, будто камни слегка поддаются, возможно они свободно лежат, они также кажутся весьма обычными для подземных камней. Ну да ладно. Клац-клац-клац-клатар. После копания еще несколько минут, камни внезапно отстраняются и распадаются вокруг меня, раскрывая пространство за собой. Вот и оно, мы справились. Я взбудораженно проталкиваю свою голову вперед, заставляя ее пройти через отверстие и раскидывая камни, чтобы лучше осмотреться. Где мы? То, что встретило мои глаза, удивляет. Мои сложные глаза удостоверяются, что я получаю всю картинку за раз. Мы внутри чего-то, что кажется каменным зданием с высоким сводчатым потолком. По обе стороны от меня рядами стоят деревянные скамейки, все направлены в одной направлении. С обоих сторон отшатнулись люди, прижимая друг друга к стенам и в ужасе смотря на мое муравьиное лицо. Это все и так достаточно шокирующая ситуация. Просто лишь это было бы ужасно. Но это не то, что привлекло мое внимание. Передо мной, в передней части здания, куда направлены все скамейки, находится стойка проповедника с фигурой в мантеле, которая указывает на меня с яркими эмоциями, искажающими его лицо, а позади этого мужчины статуя. Эта статуя, это, это же, сэрин Маккеллин, Гэндальф, глава 120, культурный обмен. В этой ситуации столько всего неправильного. Своим периферическим зрением я могу видеть, как люди указывают пальцами, испуганно шепчась в ответ на мое вторжение. В передней части комнаты впечатляющая фигура в мантеле отходит от шока и выпускает звуки, похожие на резкую критику, полную яростных движений. Мужчина практически кричит в своей страсти, капли летят из его губ, пока он подбадривает толпу. Люди начинают реагировать на него, разворачиваясь, чтобы слушать, страх медленно покидает их лица. Их выражения меняются с беспокойства до пристального внимания, а затем на нечто, что я могу назвать религиозным экстазом. А в это время все, о чем я могу думать, это об этой статуе. Какого черта у них вышло сделать эти очертания такими идеальными? Это даже не Энн Маккеллин, одетый как Гэндальф, как он делал для фильмов «Властелина колец». Это просто сэрин, хотя и с чем-то вроде бороды. Статуя показывает его стоящим, морщинистые глаза и прямое лицо отражают как мудрость, пришедшую с возрастом, так и теплоту его доброй души. Его руки распростерты, одна тянется вперед, приглашая, а другая в сторону, словно указывающая на огромный мир. Он носит мантию, что определенно ему идет, и поверх мантии написаны сотни строчек текста, таких маленьких и плотно написанных, что я могу лишь представлять те усилия, что были вложены в создание подобной статуи. Это так странно. Я в курсе, что другие люди из моего мира приходили в этот, будучи монстрами, но возможно ли, что также некоторые приходили людьми? Возможно один из них также узнал в этом голосе Гэндальфа и решил в шутку использовать его образ для какой-то обнаруженной религии? Как бы это определенно какая-то церковь, у них тут даже витраж на стеклянных окнах. Впрочем, через них я могу видеть слабые лучи того, что я едва ли испытал в этом мире, солнечного света. Хотя окна и сами невероятны, каждая из них описывает разную сцену, которая, полагаю, относится к их вере. На одном окне я могу видеть отчаявшихся людей, работающих и сражающихся. На следующем изображен Гэндальф, спускающийся сверху, слова льются с его мантили, чтобы пасть на радостный люд. Следующее изображение от этого окна показывает темных существ, полагаю, это монстры, вылезающих из-под земли и где они встречаются в битве с могучими и крепко выглядящими людьми. Строки текста вылетают из каждой битвы, как особые эффекты. На самом деле, присмотревшись, я могу увидеть, что слова также были вышиты на мантили жреца, строка за строкой из них расписаны поразительно выглядящей золотой нитью. Я вначале этого не заметил, но когда свет переливается на его мантили, буквы выглядят довольно красиво. Они действительно в этой церкви расходятся на всю катушку. Изысканно сделанная статуя, искусно выполненное витражное стекло, дорогие мантили и высокий сводчатый потолок. Все включено, что-то не так. Услышал я вопрос королевы. Должно быть, я стоял на месте гораздо большее количество времени, чем мне казалось, что вызвало обеспокоенность королевы. Мы достигли поверхности, что хорошие новости. Впрочем, мы окружены людьми, от чего я не думаю, что все идеально. Ответил я. Королева задумалась на мгновение. Что такое людьми? Спросила она. М. Живые создания, которые не монстры. Рискнул я. Хаймымым размышляла королева. Мы можем их есть? Со временем спросила она. Ну и вопрос. Несмотря на то, комфортно или нет для меня есть людей, что я правда не уверен, мне бы хотелось проверить в данный момент, дадут ли они биомассу, учитывая, что они не монстры. Дадут ли опыта за их убийство? Интересно, как много. Нет. Это живые, дышащие воздухом люди. Антони. Здесь в этой толпе есть женщины и дети. Не думай о них, как о сочных мешках с опытом. Пусть даже они думают о тебе так. Стой. Не продолжай эту мысль. Покачав головой, я пытаюсь сосредоточиться на людях, пока формулирую ответ для терпеливой королевы. Я не уверен, можем мы их есть или нет. Подождите немного здесь внизу с семьей, я хочу убедиться, что мы в безопасности. Не решая сделать резких движений, я начинаю медленно проталкивать себя дальше из дыры, которую я сделал в полу. Просто так вышло, что мои движения совпадают с темпом бурной речи жреца. Лицо джентльмена, на вид средних лет, стало полностью красным и похоже он борется с дыханием, пока продолжает наращивать громкость своего голоса за пределы того на что, как я думал, способен обычный человек. Его лицо полностью исказилось от восторга, когда он поднял свои руки к небесам, очевидно взывая к чему-то. Мои антенны нервно дергаются, пока я продолжаю медленно выбираться из дыры, вытаскивая ноги одну за одной. К несчастью мои движения не остаются полностью незамеченными и жрец снова устремляет свой пылающий взгляд на меня. Толпа к данному моменту оказалась полностью захвачена его жаркими речами. Мне правда бы хотелось, чтобы я мог понять слова, исходящие из его рта. Эти люди кажутся охвачены могучим религиозным экстазом, как будто прибытие монстра-муравья из-под пола было вторым пришествием кого-то действительно важного. Я не уверен, что готов к подобной ответственности. Когда жрец снова начинает махать в мою сторону, толпа еще раз сосредотачивает свои неприятно голодные глаза на мне, все следы страха в них испарились. Пока я медленно вытягиваю себя, старушка недалеко вскрикнула и упала на колени, сложив руки в молитве. Ох, вы что-то не так поняли? Нервничая, я по привычке начал чистить свои антенны, двигая своими передними лапками по ним, вполне как человек бы вытирал свой пот со лба. Я правда не совсем уверен, как это воспринимать. Мое неудобство прошло незамеченным для этого собрания. Старушка, похоже, начала тенденцию, от чего еще несколько людей не сдержали эмоции и упали на колени. Кажется, потребовалось несколько секунд, чтобы вся толпа со слышимым грохотом упала на пол. Теперь, полностью выйдя наружу, я стоял в центре церкви, по обе стороны ряды скамеек, а вдоль стен стоят люди на коленях, в своей молитве сложив руки в мою сторону. Как бы, ох, эм, здрасте. Я не думаю, что это то, о чем вы подумали. Мне правда нужно изучить магию разума. Я не думал, что она мне понадобится так скоро. На этом жрец завершил свою проповедь. Казалось, умиротворенность укутала его, напряжение ушло из его тела. Кажется, что он почти что излучает волю небес, пока сводит руки вместе. Впрочем, он не падает на колени. Медленно и с достоинством он оборачивается к алтарю, который стоит перед статуей. Из-за алтаря он достает то, что кажется какой-то церемониальной булавой, которую он держит перед собой. Обе руки обхватывают рукоять. Хотя, почему это булава? Это что-то вроде ароматической палочки. Оно кажется слишком деликатным, чтобы быть практическим оружием. Из любопытства я включил свое чувство маны, но не получил от предмета никакой реакции. Не похоже, чтобы оно было чем-то зачаровано. Он собирается посвятить меня этим в рыцаре? Похлопать по плечу в качестве благословения или чего-то подобного? Я начинаю переживать все сильнее. Я не хочу оскорбить этих людей или начинать какую-то драку или еще что-то подобное. Даже пусть эти люди не способны победить нас, монстров-муравьев. Они могут быть способны пойти и привести тех, кто может. Те солдаты, которых я видел в туннелях, были не шуткой, и я не уверен, что даже сейчас способен с ними тягаться. Просто подыграй, Антони, не делай ничего глупого. Жрец продолжает с благоговением держать свою очевидно церемониальную булаву перед ним, пока медленно идет к центру церкви ко мне. С каждым шагом кого-то из толпы переполняет этот сильный момент, чтобы поднять свои руки и воззвать к чему-то, прежде чем упасть обратно в уважительную молитву. Чем ближе становится жрец, тем чаще становятся эти эмоции, пока он не остановился передо мной, под звуки окружающей толпы. Ох, привет. Теперь я достаточно большой, чтобы в основном смотреть этому человеку в живот, что большая перемена со времени, как я родился. Детеныши смотрели бы ему лишь в колени. Это и правда невероятный размер для муравья, учитывая насколько мы более длинные по сравнению с ростом. Я определенно был бы больше этого парня, если бы он лег. А интересно, как много я вешу в текущие дни. Не зная о моих внутренних размышлениях, жрец поднимает булаву перед собой, его лицо заполнял восторг. Он медленно поднимал руки в своем предложении небесам, пока толпа становится все более безумной. Затем он сделал удар в мою голову, а я затем откусил его руку. Глава 121. Уупс. Так сильно увлекся странной силой момента, что потребовалось мгновение, прежде чем я даже понял, что натворил. Ох. Уупс. Я имею в виду, он же ударил меня в голову своей тупой булавой. Что именно, по его разумению, произойдет? Я жил жестокой жизнью в подземелье, и знаешь, кое-что просто становится инстинктом. Если ты долбишь меня по голове своей тупой булавой, то ты не можешь на самом деле винить меня за то, что я ответил. Ведь так. Это самозащита. Жрецу, похоже, также потребовалось мгновение, чтобы переварить произошедшее. Он взглянул вниз на несколько укороченную конечность, прежде чем его лицо постепенно не заняла новая эмоция. Он упал назад, вцепившись в свою руку и громко крича от ужаса. Это вызвало реакцию ошеломленной толпы, которая до этого оставалась на месте от шока и страха. Люди стали лезть друг на друга в своей попытке добежать до двери. Ох, парень, это не то, чего я хотел. Какого черта нам обязательно нужно было сделать подкоп в гребанное строение людей? Они думали, что подземелье доставило им халявный опыт в качестве подношения или чего-то подобного. Вы ожидали, что я буду просто стоять, пока меня убивают. Даже если бы я позволил вам полчаса долбить меня по голове той украшенной булавой, она изначально не смогла бы навредить моему алмазному панцирю. Все, что я бы получил, это головную боль. И раз дошло до такого, я должен попытаться ограничить ущерб. Моим планом было, чтобы колония укрылась где-то на поверхности, дабы мы могли в относительной безопасности пережить худшие времена волны. А если мы умудримся привлечь на наши головы человеческие армии, то мы вполне можем вернуться в подземелье, чтобы попытать нашу удачу там. Если эти люди сбегут и приведут с собой солдат, то мы окажемся в серьезной опасности. Думай, Антони, тебе нужно это исправить от отчаяния. Единственное, что я могу придумать, это предотвратить побег людей. Я сотворил свою гравитационную магию и сформировал область гравитации. Как бы это же помешает им двигаться, ведь так. С моими повысившимся навыком и знакомством с заклинанием, я могу формировать область гораздо быстрее, чем прежде. Вопрос нескольких секунд. Прежде чем из меня вырывается могущественная энергия, охватывающая здание церкви. К счастью, у меня достаточно ума, чтобы уменьшить силу гравитации. В тот момент, когда заклинание вырвалось на свободу, люди обнаружили, что не способны двигать своими ногами. Маленькие дети сразу же упали на пол, абсолютно не способные воспротивиться силе, придавливающей их вниз. Взрослые лучше справляются, но даже они узнали, что не способны идти. Сам жрец был слишком занят, крича и сжимая свою руку, держа ее перед своим неверящим лицом. Он, кажется, даже не заметил, что его принудили упасть в пол моим заклинанием. В некотором смысле я поражен. Я держу область над этим местом лишь несколько секунд, прежде чем убираю ее. За эти несколько секунд безумный побег всего собрания был остановлен, почти всех силой прижало к полу, обездвижив. Я изо всех сил стараюсь немного успокоить их взглядом. Не так то просто сообщить «не двигайтесь», или оно вернется назад. С муравьиным взором, но я делаю все возможное. Они, похоже, в некоторой степени поняли это. Страх исказил их лица, когда они теперь осознали, что это не какой-то религиозный опыт, а враг их собственного вида. Монстр из подземелья, появившийся, когда они меньше всего ожидали, в последнем месте, в котором они его ожидали. Вид ужаса и слез на лицах детей оказался для меня ударом под дых. Не так давно я и сам был человеком. Я же не настолько страшный, ведь так я имею в виду. Если подумать, гигантский муравей, который, очевидно, может контролировать силу гравитации, это чертовски страшное зрелище. С пока что утихомиренной толпой, я решил попытаться додумать, где же мы. Мне нужно немного больше узнать о ситуации, прежде чем я решу привести колонию на поверхность или отступить и прийти к другому плану. Двинувшись за алтарь в сторону больших двойных дверей в задней части церкви, я на мгновение колеблюсь, чтобы чем раскрыть их своими мандибулами и в первый раз разглядеть поверхность этого мира. Яркий закат – это первое, что встретило мои глаза. Внеземное небо, окрашенное насыщенными красными и розовыми красками. В конце концов это совсем не та картина, которую можно встретить в туннелях, отчего этот вид поразил немного сильнее, чем думал прежде. Сосредоточься. Нет времени увлекаться закатом. Слегка встряхнув себя, я осматриваю окружение. Церковь, кажется, расположили на холме, с мощенной тропинкой, ведущей прямиком к дверям. Передо мной распростерся спящий город, дым клубица из труб, которые гордо торчат из собранных крыш. На расстоянии я могу увидеть фермерские поля, которые расстелились, как ковер, прижимаясь к огороженному стенами городу. Быстро проверив свое чувство карты, я узнал, что тот вход в подземелье, который я находил, поставлен прямиком в центре этого города. Значит, все, полагаю, могло быть хуже. На самом деле, если я сосредоточу свои глаза, думаю, я вижу огонь в этом городе. Я уверен, на фоне темнеющего неба можно разглядеть черный дым, поднимающийся откуда-то из-за стен. Там что-то произошло? У меня нет определенного желания вреда здесь для кого-нибудь, однако это может быть шанс для колонии уйти незамеченными. Снова взглянув на собрание людей, я прошмыгнул к боковой части церкви и заглянул за угол. Церковь не кажется такой уж большой, как я изначально подумал. Конечно, это крепкое каменное здание с высоким сводчатым потолком, но это не совсем собор. Похоже, здание было построено на краю города, высоко на холме, с видом на более простые дома людей, множество из которых вполне возможно работают на местных полях. В задней части церкви, ниже холма и чуть далее раскинулся пышный лес, густая листва которого создает манящий мрак по всему основанию леса. Как раз именно то место, куда колония может пойти и затеряться. В конце концов у меня все может получиться. Я разворачиваюсь и возвращаюсь назад внутрь церкви, где множество членов этого собрания начали молиться статуи совсем другим образом, надеясь на спасение и выживание. Вместо «черт бы его побрал, чего они там думали, придет к ним до этого». Жрец по-прежнему цепляется за свою руку, почти что не шевелясь. Думаю, произошедшее его весьма сильно шокировало. Бедный парень. Я не могу не ощутить чувство вины, как бы именно я откусил его руку. Я направляюсь обратно в дыру в полу, засовывая свою заднюю часть, чтобы я мог поговорить с королевой. Иметь феромонный разговор немного странно. Мы слушаем нашими антеннами, но разговариваем нашей железой феромонов, которая располагается в задней части. Можете подняться сюда и кое-кого исцелить. Я его ранил, но, думаю, нам будет хуже, если он умрет. Могу сказать, что королева слегка удивлена, но быстро соглашается с моим предложением и начинает прорывать и прокусывать себе путь наверх через пол. Пол, раскидывая плоские камни и заставляя деревянные скамейки царапать пол, пока она протаскивает свою могучую фигуру вперед. Пусть я и думал, что люди страстно желали спасения до этого, но их усилия удвоились с появлением королевы. Она заполнила комнату своим величеством и брюшком, заставив людей вжаться обратно в стены, открыто взвыв от ужаса и этого проявления зла подземелья. Королеве, похоже, до этого особо нет дела. Она проводит ману через свои антенны, прежде чем коснуться руки жреца. Свет вспыхнул, прежде чем войти в его плоть, и рана быстро закрывается, кровотечение за секунды почти полностью останавливается. Думаю, с этим, его жизнь будет спасена, по крайней мере он не истечет кровью до смерти. Не имея возможности общаться, чтобы уверить людей, я решил, что лучше всего просто вывести отсюда колонию. После раздачи инструкций королеве и рабочим, мы собрали личинок, прежде чем выйти из церкви в сторону леса. Глаза всего собрания людей почти что вылезали из глазниц, пока ряды монстров-муравьев выходили из дыры в центре их церкви, маршируя мимо, полностью игнорируя их. Я лично спустился в тоннель побега, чтобы помочь с переходом и был шокирован, когда жирная личинка задергалась в мою сторону, радостно шлепая собой по земле. Ты та энергичная малышка, которую я спас из камеры выводка. Полагаю, я не должен быть так удивлен, что ты выжила, у тебя невероятное количество тяги к жизни. И вот, Тинни, колония и я взяли все, что у нас есть, и вышли наружу из туннеля, мимо неверящих и полных надежды лиц, из церкви, через поле, а затем в гостеприимные объятия леса. Все время, пока я шел, за мной следовал пылающий взгляд жреца. Глава 122. Новый дом. Никогда бы не подумал, что бег через пшеницу может быть таким захватывающим. Пока я продвигался вперед, за мной шел Тинни, неся мои драгоценные ядра монстров в своей огромной лапе, а за ним следовала остальная колония, я все время пути ничего не мог с собой поделать и переживал, беспокоясь, что нас заметят. И я не совсем уверен, кто именно собирался замечать нас в сумраке пересекающих фермерское поле, пока солнце почти полностью заходит за горизонт. Может драконья стража из легенд вылетит из небес и поразит меня громовым молотом или чем-то подобным? Я и понятия не имею, как тут ведутся дела. Все, что я знаю, здесь есть волшебники, которые могут поджарить целую колонию на расстоянии нескольких километров. Я продолжаю переживать до того самого момента, как последний рабочий безопасно пересекает границу укрытия деревьев. Когда наконец вся рабочая сила в безопасности и королева в окружении своей преданной группы муравьев была сопровождена в лес, я вздохнул с облегчением. Чувствуя себя немного более комфортно, я прохожу вперед нашего чудовищного муравьиного конвоя, пока мы проникаем на неизвестную территорию. В этом лесу есть что-то малость волшебное. Он старый, даже я могу это сказать с моим ограниченным опытом походов. Деревья выглядят морщинистыми и мудрыми под широкими навесами листвы, тянущиеся к солнцу, будто старики, делающие утреннюю зарядку. В этот поздний час из влажной упавшей листвы начал подниматься туман, еще больше скрывающий наше передвижение, пока мы спешим углубиться в ряды этих деревьев. Погодите секунду. Тепло. Мои антенны постоянно дергаются и изучают окружение, пока мы проходим вперед, и со временем я заметил впереди и слегка слева след от тепла, как будто какое-то существо ждет. Согнувшись, пока мы приблизимся, я решил продолжать идти вперед, как будто я ничего не знаю об этом негодяе. Желая увидеть, какой именно курс действий он решит предпринять, атакует, взлетит, я ничего не знаю об этом лесе или существах, которые здесь обитают. Нужно использовать любую возможность узнать что-то новое. Для монстра знания, сила. Мои антенны продолжают дергаться, пока я веду цепь муравьев. Источник тепла продолжает оставаться неподвижным, пока и подхожу ближе. Я даже слегка корректирую свой путь, чтобы я был прямиком справа от источника, пока прохожу мимо, но он в ответ даже не дернулся. Со временем я прохожу всего в нескольких шагах от него. Я определенно могу теперь увидеть укрытие. Густой куст с толстыми переплетенными ветвями обеспечивают полное визуальное сокрытие. К сожалению для этой зверюги, мои продвинутые чувства в полной мере в курсе его месторасположения. Мое главное беспокойство в случае нападения, это личинка, которую я несу в своих мандибулах. Эта энергичная пухляшка отказывается быть смирной, настаивая на том, чтобы извиваться, как будто она наслаждается видами. У тебя даже нет глаз, малышка. В чем смысл пытаться получить более хороший обзор? Если меня атакуют, мне нужно будет убедиться, что личинка останется невредимой, и каким-то образом ответить, не используя своих мандибул, которые в полной мере заняты упомянутой личинкой. И конечно, как только я прохожу мимо, кусты внезапно зашелестели и существо атаковало. Тонкая искривленная плоть, отвратительный мех, ужасные клыки и жестокий клинок – это все, что я смог ясно увидеть в существе, пока он спешит в ужасном ударе опустить свое оружие. Чемпион, я все это время видел тебя. Слегка изогнувшись, я подставляю для оружия свой алмазный панцирь, защитив личинку своим телом и отвернув свою голову. Лезвие блеснуло. Тинг. Лезвие, не причинив вреда, отскакивает от моего панциря. Отдача разворачивает руку существа под ужасным углом, возможно, ломая ее. Я не уверен, кто больше шокирован полным отсутствием нанесенного урона, я или монстр. По моему мнению, лучше поостеречься, чем жалеть. Завершив оборот, я подставил свою деловую территорию в сторону этого мохнатого гуманоида и выстрелил кислотой. О, будучи уже раненым от отдачи своей собственной атаки, существо жалобно взвыло, пока кислота пожирала его ноги и застывала на месте, мешая передвигаться по земле. Вы сразили уровень 9 эллифером, вы получили опыт. Какой слабый? Супер слабый. Один выстрел кислоты и ты умер? Ты прикалываешься надо мной, и я весьма уверен, что ты сломал свою собственную руку, лишь атаковав меня. Это же не какая-то комедия. В отвращении от слабости этого монстра, я даже не уверен, что хочу есть его. Такие монстры на поверхности, ведь разница же не может быть такой огромной, я не должен задирать нос. Один худощавый мохнатый парень в лесу не представляет собой всех монстров поверхности, я должен оставаться на страже. Не обратив внимания на останки этого существа, конвой продолжил продвигаться глубже в лес. Длинная колония насчитывала сотни муравьев, двигающихся вперед в почти полной тишине. Примерно через час я останавливаю колонну и оглядываюсь. Мы пришли к маленькой поляне в лесу. Со всех сторон нас окружают крепкие деревья, почва под нашими ногами выглядит мягкой и сочной. Пышный подлесок радует глаз и показывает, что лес полон жизни. Похожи на хорошее место. Пока что мы должны быть достаточно далеко от человеческой цивилизации, по крайней мере я надеюсь, что они не смогут найти нас за один день. Если честно, я предпочел бы уйти еще дальше, но я понятия не имею, насколько этот лес большой. Если мы продолжим продвигаться внутрь, то есть шанс, что мы выскочим с другой стороны и прямиком в еще большее количество фермерских земель. Лучше немного осесть и изучить ситуацию, прежде чем предпринимать какие-либо следующие шаги. Погодите тут секундочку. Крикнул я рабочим, которые махали своими антеннами в мою сторону и хлопали по голове, пока я прохожу мимо. Примерно в середине конвоя я нахожу королеву, возвышающуюся над своими подданными, пока они сопровождают ее. Думаю, я нашел место, где мы можем построить улей. Может быть неплохой идеей сложить личинок и пойти на охоту. Надеюсь, мы сможем найти здесь наверху достаточное количество биомассы. Королева просто дернула антеннами в своем согласии. Думаю, она устала гораздо больше, чем дает знать. В конце концов, единственный член колонии, что совсем не отдыхал с самого начала волны, это она. Возможно, сон ей нужен даже больше, чем личинкам. Муравьи остаются теми, кто они есть, и понадобилось не так много времени, прежде чем началось грубое строительство улья. Честно говоря, немного трогательно видеть их в действии. Сотни муравьев толпятся, разрывая почву со своей бесконечной энергией. Вопрос нескольких часов, чтобы на поляне появился простенький муравьиный холм, почти такой же высокий, как вершина деревьев. Внутри колония устроила несколько простых комнат, где королева, наконец, могла немного отдохнуть, будучи под наблюдением ее взволнованных защитников. В самом низу, прямиком в сердце нового улья, я и сам выкопал маленькую комнату для себя и тени. Мои драгоценные ядра монстров поблизости, а малышка, которую я нес, устроилась в углу. Я так, блин, устал. Пожалуйста, пусть ничего не произойдет, по крайней мере, пока я немного отсыпаюсь. Глава 123. Территория. С момента катаклизма и открытия подземелья подземные экспедиции стали постоянным процессом для разумных обитателей поверхности. Не только из-за количества опыта, дающегося за монстров подземелья, которое было гораздо выше того, что можно получить над землей, но также для драгоценных ресурсов, которые можно было там обнаружить. Редкие виды минералов, которых прежде не видели, подземные деревья, чья древесина имела невероятные свойства, драгоценные камни, налитые маной имели высокую цену, однако монстры сами по себе держали самое большое богатство. На поверхности хорошо известно, что определенные части монстров, если с ними работать правильно, не будут впитываться обратно в подземелье и становятся чудесными обмундированием или инструментами, которые невозможно воспроизвести, используя материалы лишь с поверхности. Несмотря на большую цену, предметы, созданные из частей монстров, можно обнаружить почти в каждом цивилизованном городе. Часто что-то простое вроде плуга может быть создано, используя клыки многоножки, как лезвие, или полностью вырезаны из крепких костей зверей побольше. И все же самыми востребованными остаются ядра монстров. Неизвестно точно как или почему монстры формируют ядра, но зато известно, что они постоянно поглощают и сжимают ману, давая монстрам богатый источник силы в пределах их собственных тел. Нечто, что ни одной из раз поверхности не получилось достичь. Маги могут творить свои чудеса, используя и формируя энергию, обнаруженную в области вокруг них или из специально созданных хранилищ маны на них, но никто не преуспел в достижении внутреннего хранилища, как ядра у монстров. Более того, ядро монстра сохраняет эти свойства после смерти монстра, постоянно поглощая и храня ману. Вкупе с умелыми техниками зачарования, ядра, особенно большие и могущественные, могут быть использованы для создания могущественных оружий и артефактов. Отсюда и очень высокая ценность. Выдержка из культурологии Пангера и подземелья. Будто дремлющий гигант, колония отдыхала этой ночью. Рабочие усердно трудились, как и я сам, и почти вся рабочая сила погрузилась в ступор с лишь несколькими охранниками, патрулирующих на муравейнике снаружи. Более пяти сотен монстров уместилось в маленьком пространстве и каждый замер, будто призрак. И еще сотни личинок и куколок заполнили каждый уголок нового улья. Следующее поколение рабочих становилось еще ближе к их времени пробуждения. Когда я наконец тряхнул с себя ступор, я чувствовал себя посвежевшим, каким не чувствовал себя уже долгое время. Как же хорошо, я могу спать столько, сколько захочу и мне не нужно биться с чем-то насмерть в тот момент, как я проснусь. Долбанная война пока что в зеркале заднего вида и это сбрасывает огромный груз моих плеч. Я не дурак, чтобы думать, что мы так и останемся нетронутыми здесь наверху, но по крайней я могу насладиться этой передышкой от постоянной опасности. Оглянувшись в своей тесной маленькой комнатке, я могу увидеть по-прежнему счастливо сопящего и свернувшегося в клубочек тени. Даже сжавшись, он все равно занимает больше всего пространства здесь и продолжает становиться больше, пока ест. Насколько именно большим он собирается стать? Также я приятно удивлен, заметив другого обитателя этой комнаты. Вместо энергичной маленькой личинки, которую я видел, когда засыпал, здесь лежит прислоненный к стене плотный кокон. Куколка. Маленькая личинка должно быть сплела этот кокон, пока я спал. Используя антенны, я легонько похлопал по белой поверхности, чтобы изучить куколку. Это трансформационная стадия развития муравьев, где они превращаются из слепой личинки в полноценно сформированного муравья. Эта личинка была прежде такой энергичной. Интересно, как она будет себя вести, будучи рабочим. Я не уверен, что понимаю, чем именно. В тени я шлепаю его своими антеннами. Он, должно быть, поглотил их во сне. Вот же жадный обезьян. Так ты теперь перешел от отказа от ядер до их кражи? А, шлеп, шлеп, шлеп. В конце концов тени пробуждается от моих яростных потуг и блаженно распрямляется. Он, похоже, совсем не в курсе, что я бью его, пока зевает и потягивается, перед тем, как обернуться ко мне. Еда? Спрашивает он. Полагаю, некоторые вещи никогда не меняются. Вставай, пошли на охоту. Мы вдвоем выходим из нашего домика и поднимаемся по основной шахте Улья, пока не достигаем вершины муравьиного холма. Остальная колония также просыпается. Десятки муравьев выходят из своих комнат и занимают себя делами колонии. Некоторые направляются вниз, чтобы ухаживать за королевой. Другие проверяют выводок, большая часть из которого к данному моменту превратились в куколок. Скоро колония преодолеет ступень одной тысячи рабочих. Впрочем, это и поднимет проблему. Нам нужна еда. Муравьи на земле имели нескончаемый аппетит, разрывая огромное количество других насекомых и маленьких существ, дабы получить белок для роста их детенышей. Взрослым муравьям на земле на самом деле не очень-то требуется кормить себя мясом. Они в основном полагаются на сахар, чтобы продолжать двигаться. Но не здесь, на Пангере. Монстрам муравьям нужна биомасса, чтобы продолжать развиваться и становиться сильнее, прямо как и детенышам. А это означает, что у колоний монстров муравьев аппетит даже еще больше, по сравнению с обычными муравьями. Время для охоты. Разведчики уже начинают уходить в лес. 20 или 30 из них отправились в путь в попытке обнаружить какую-то пищу для колонии. С каждой секундой на муравьином холме оказывается все больше и больше рабочих, медленно выбирающихся наружу и постепенно продвигающихся в лес, ожидающих сигнала пойти и забрать еду. Я и Тини заходим в лес, двигаясь в противоположном направлении от человеческого города, который мы видели. Я не хочу приближаться к цивилизации и с удовольствием бы узнал, насколько большой этот лес. Что-то мне подсказывает, что с выглядящим довольно крупным городом поблизости, мне не стоит ожидать, что он будет огромным. И я буду счастлив, пока мы сможем прятаться тут неделю или две. Далее последовал довольно скучный день, пока мы бродили по лесу в поисках добычи. Я и Тини были более успешными, чем большинство разведчиков. Очевидно, что из-за моих усиленных чувств, но даже так, кажется, что у Улья нет высокой концентрации монстров поблизости. Я столкнулся с еще несколькими этими волосатыми худышками, каждый из них имел грубый инструмент или оружие, которые бог знает откуда они взяли. Они пали даже с еще меньшим сопротивлением, чем первый, если это вообще возможно. Тини стукнул одного и существо буквально взорвалось. Монстры поверхности определенно не соответствуют нашим стандартам обитателей подземелья, что приводит меня к другому вопросу. Если я хочу улучшить свои навыки, мне нужно будет поднимать уровни и получать биомассу. Если я хочу эволюционировать или развить свои управляющие ядром способности, мне нужна постоянная поставка ядер и пока что всего этого, кажется, не густо здесь наверху. Чем ближе окончание дня, тем больше я прихожу к мысли, что пусть мы избежали из подземелья, нам все равно понадобится доступ к нему. Без монстров подземелья, чтобы сражаться, я и колония можем лишь впасть в стагнацию. Я этого не приму. Глава 124. Странная новая жизнь. Хаймым. Туннель или не туннель. И даже при стечении обстоятельств, где туннель имеет место быть, где этот туннель. Нет смысла ожидать, что на какой-нибудь границе, кишащей дикими монстрами, будет построен большой город. Теперь я это вижу. Но я правда надеялся, что здесь будет больше монстров, которых мы бы могли есть. Кроме этих волосатых неопрятных чудил, единственные монстры, с которыми мы столкнулись, это существа, довольно сильно похожие на лесных животных на земле. Иногда немного более крупный кабан, какой-то олень с блестящими рогами, несколько птиц достойных размеров. Этого хватает, чтобы набрать немного еды, но абсолютно недостаточно, чтобы напитать опытом и биомассой, которые нужны колонии. Есть лишь одно место, где мы можем получить то, что нам нужно, и так вышло, что из этого места мы как раз и сбежали. Черт побери, мне снова придется копать вниз в подземелье. Только вот вопрос, где? Я точно не собираюсь копать прямиком изнутри нового муравейника, это было бы совершенно глупо. Возможно я бы мог создать новый туннель длинный в несколько сотен метров, который я и те не могли бы использовать для охоты. Возможно водили бы рабочих туда вниз охотничьими группами. Другим вариантом будет вернуться к существующему туннелю, который был проведен в церковь. Возможно там же выбираются наружу какие-то монстры, вторгаясь на поверхность. Ради его же благополучия, надеюсь, жрец не попытается дать этим монстрам свое благословение, как он это делал со мной. Он не обойдется потерей лишь одной руки, если попытается стукнуть гигантского земляного медведя по голове. От мыслей о человеческом городе у меня что-то малость заныло в груди. Я по-прежнему не знаю, что думать о людях этого мира или как мне к ним относиться. Частично меня беспокоит то, насколько меньше я думаю о них, чем прежде. Возможно принятие колонии своей новой семьей приблизило меня к принятию моей жизни монстра. Я имею в виду, пережитое показало мне, что у меня нет никаких надежд на то, чтобы снова быть частью человеческого общества. Так что, возможно, с течением времени мои чувства станут еще более далекими от них. И все же, я надеюсь, что сделав туннель в середине города, мы не стали неосознанно причиной смерти сотен совершенно невинных людей. Мне стоит прокраситься назад, чтобы посмотреть, как идут дела. А пока что я идти не продолжаем наш первый поход по лесу. На первый раз мы не уходили далеко от Улья, просто на случай чего-то неожиданного, но пока что охота была довольно унылой. Лес сам по себе очаровательный, старый и пышный, полный звуков, которые можно понадеяться услышать в старом лесу. Здесь спокойная атмосфера, которой я очень наслаждаюсь. Место такое мирное по сравнению с подземельем, особенно с момента, как началась волна. Погодите секунду. Я ощущаю тепло, исходящее от того дерева. Дав знак тени своими антеннами, я указал на дерево. Это моя новая система, которая работала с моим товарищем-обезьяном. Это быстрые невербальные жесты, которые я могу делать лишь антеннами. И это достаточно просто, чтобы даже большой обезьян смог понять. Его глаза зажглись от перспективы добычи и он быстро начал поиски в указанном мной направлении. Нахмурившись почти сразу после того, как ему не удалось что-либо найти, он оглянулся на меня со своим свесившимся выражением лица собаки-летучей мыши. Не смотри на меня, приятель, я также ничего не вижу. Дерево перед нами определенно старое. Толстые кривые корни вьются вокруг основания дерева и проходят в почву внизу. Толстый ствол не гладкий, а скорее покрыт завитками и сучками, кучки мха растекаются по стволу и свисают с ветвей. Это странно. Я определенно засек, что здесь есть источник тепла лишь в нескольких метрах передо мной, но все, что я могу видеть, это дерево. Это любопытно. Мой интерес возрос. Почему это дерево дает ощущение, как у существа? Как бы, я знаю, что деревья живые, но они же не должны так выглядеть, ведь так. Я медленно приближаюсь к дереву, мои глаза горят от странной загадки. Тинни стало скучно и он упал на свой зад, изучая свисающие с его руки волосы. Черт побери, Тинни. Где твоя тяга к неизведанному? Со временем я приблизился достаточно близко, чтобы мои антенны могли хлопать по нему. Я определенно чувствую тепло и это то, что ни одно другое дерево не проявляло в этом лесу, только вот что такого особенного в этом дереве. В тот момент, как мои антенны начали постукивать по коре этого дерева, случилось нечто странное. Дерево захихикало. М. Тип-пити-тап-пити-тап. Хихиканье. Тип-пити-тап-пити-тап-пити-тап-пити-тап-пити. Тип-пити-тап-пити. Пока мои антенны сходили с ума на поверхности этого дерева, его часть начала извиваться от смеха и отвалилась от остальной части дерева, прежде чем упасть на землю. Перед моими глазами по земле катается странный деревянный гуманоид, тонкие, похожие на корни пальцы на концах кривых рук, на которых кора и мох, и которые прикреплены к тонкому, похожему на ветвь, телу. Когда эта вещь заметила, что я более не щекочу своими антеннами, он внезапно прекратил двигаться и я заметил два темно-зеленых глаза, уставившихся на меня из того, что я теперь могу назвать корявым лицом.